Бедный Миша Капитан отводил глаза и сердился. Чтение стихов вслух он считал делом стыдным. Ему казалось, что Тирьян публично оголяется. Но Тирьян не смущался. Пылит авто, пугая обезьян. — Постой, шофер! Идет навстречу Майя. Горит ее подошва золотая, как сладок ты, божественный Коран. Тирьян передохнул. И катера над озером дымят в пятнадцать сил. Тропические шлемы, александрийские прекрасные триремы и энзели холодный виноград. Метранпаш Заремба, русый и громадный, с выбитыми передними зубами, подмигнул капитану и почесал шилом за ухом. — Ну как? — спросил Тирьян. — Собачий лай, — ответил капитан. — Что это за божественный Коран? Что это вообще за хреновина? Неужели Мочульский напечатает эти стихи? — Люблю с вами разговаривать, — Тирьян шаркнул лаковые туфли и поклонился. — Мочульский напечатает, будьте спокойны. — И я получу за это турецкую лиру. На лиру я куплю доллары, на доллары — лиры, на лиры — доллары. Я спекулянт, я перещеголяю кахми. — Потом в мой адрес будут приходить пароходы с пудрой, вязаными галстуками и сахарином. — Идите к свиньям, не поясничайте. — Пойдем лучше к бедному Мише, — предложил Тирьян. — Заремба, мой лапы. Номер в машине. Заремба подобрал с пола несколько свинцовых болванок, бабашек и пошел к крану мыть руки. В раковине сидела крыса. Заремба прицелился в нее бабашкой, попал, крыса запищала и спряталась в отлив. Заремба развернул кран до отказа и злорадно сказал, ну погоди, стерва, я тебя утоплю. Вода хлестала и трубила. Заремба вымыл жирные свинцовые руки и натянул кепку. Крыс он решил истребить. Каждый день они залезали к нему в кассу с заголовочными шрифтами. Перерывали шрифт, гадили, грызли переборки. Потом оказалось, что этот тискальщик-сережка клал после ухода Зарембы в кассу кусочки хлеба и приманивал крыс. Когда Заремба узнал об этом, он показал Сережке волосатый кулак и сказал спокойно, гляди, как к окну мокро станет. С тех пор Сережка бросил баловаться. Заремба работал в прежнее время цирковым борцом. Поддубный порвал ему какую-то жилу, и тогда Заремба вернулся к своему основному занятию. С детства он был наборщиком. За спокойствие и отвращение к ссорам его сделали метронпажем. Капитан в Батуме Пирисона не застал. В конторе Кахме ему сообщили, что Виттоль Пирисон уехал куда-то на Чорах и вернется оттуда не раньше недели. Капитан со скуки написал статью о механизации Батумского порта и отнес в редакцию трудового Батума. Редактор Мочульский принял ее и заказал еще несколько статей. В редакции капитан познакомился с выпускающим Тирьяном и стал навещать типографию. Воздух типографии ему понравился, пахло трудом. Через три дня он был там своим человеком. Пошли к бедному Мише. Духан стоял на турецком базаре на берегу моря. Одна его дверь выходила на море, другая на узкую улицу, запруженную арбами и ишаками. На окне Духана густыми персидскими красками, оранжевой, зеленой и синей, был нарисован бледный и унылый турок. Трубка беспомощно вываливалась из его рук. Под турком была надпись «Бедный Миша». На другом окне краснел помидором толстяк со щеками надутыми, как у игрока на волторне. Он держал в руке вилку, с вилки свисал длинный шашлык, а с шашлыка оранжевыми каплями стекало сало. Сало расплывалось в затейливую надпись «Миша», когда покушал в этом Духане. Толстяк смеялся, поджав круглые ноги, и умилял капитана. Около него черной пеной струилось из бочки вино. В Духане было душно. Вечер золотым дымом лег на море. Пароходы на рейде застыли в тусклом стекле. Их синие трубы с белыми звездами напоминали капитану Средиземное море. Он вытер платком обильный пот и сказал, отдуваясь, ну и живоперния. Ну и климат пес его знает. Сыро и жарко, как на Таити. Ночью плесень, днем жара, вечером лихорадка. Тьфу! Дожди лупят неделями без единой пересадки. Черт его знает что. Недаром французские моряки зовут батом «Леписсуар де мер Нуар». Тарьян поперхнулся вином и засмеялся, отчего нос его сухой и тонкий и даже побелел. Турки в фесках и потертых до блеск пиджаках играли в кости. Из-под брюк белели их толстые носки. Желтые мягкие туфли они держали в руках и похлопывали ими по пяткам. На стене висел портрет Кемаль Паши. Он скакал в дыму по зеленой земле, обильно орошенной вишневой греческой кровью. Кофейня для турок была отделена от общей зала стеклянной перегородкой в знак того, что турки не пьют спиртного и не едят поганой свинины, подававшейся в бедном Миш. Капитан морщился от вина. Оно пахло бурдюком и переворачивало внутренности, но действие его он считал церебным. Вино было почти черное. Капитан посмотрел через стакан на свет и увидел в фиолетовом квадрате двери, пышную от множества юбок, нищенку-курдянку. Нищенка подошла, переливаясь желтыми юбками, красным корсажем, синим платком, бренькая десятками медных персидских монет, пылая смуглым и нежным лицом. Она остановилась около капитана и скороговоркой начала, осточертевший всему Батуму рассказ, как у нее украли в поезде вещи, умер ребенок, персы убили мужа, и она ночует на берегу в старом пароходном котле. Капитан дал ей двугривенный. Нищенка тотчас подошла к Тирьяну и начала рассказ снова. «Дорогая», — сказал ей Тирьян к турецки, — «хочешь заработать? Иди вечером на бульвар. Пройди около меня. Я буду играть в лото». «Пошел», — собака ответила равнодушно курдянка, и, махнув множеством юбок, подошла к Зарембе. По духану прошел теплый ветер. «Не нужна мне твоя красота», — Тирьян начал сердито вращать белками. Курдянка издала гортанный, клекочущий звук. Густой румянец подчеркивал гневный блеск ее глаз. «Что ты к ней пристаешь?» — сказал Заремба примирительно. «Оставь женщину в покое». Тирьян заговорил возбужденно, с сильным акцентом. «Человеку хочу помочь, понимаешь?» — он показал на капитана. «Женщина ходит всюду, все смотрит, всех видит. Дашь ей рубль, она тебе, правитель, все расскажет. У дома его будет лежать, как собака». План Тирьяна был отвергнут. Он был действительно глуп впутать в дело дикую нищенку, в дело, требовавшее исключительной ловкости и осторожности. Капитан обжегся на сухуме, и теперь и по батуму ходил с опаской, как бы не столкнуться лицом к лицу с Витталем. Первый раз в жизни ему даже приснился сон, будто он встретил Витталя в тесной улице, и они никак не могут разойтись, вежливо приподнимая кепки и скались, как шакалы. Нищенка ушла. Тирьян посидел немного и пошел на бульвар к девочкам. Капитан сказал за Рэмби, «Я дурака свалял. Не надо было рассказывать ему о своем деле. Боюсь, нагадит. Дурак ведь». «Он и нагадит не способен. Вот что, товарищ Кравченко, есть у нас репортер Фигатнер. Вот кого бы пощупать. Он живет рядом со мной на Барцхане. Пойдем, поставим вина, позовем его. Может быть, чего разузнаем?» Капитан согласился. На Барцхан ушли через порт. У пристаней толпились синие облупленные филюги. Трюмы их были завалены незрелыми трапезунскими апельсинами. Турки сидели на горах апельсинов и молились на юг, в сторону Мекки. На юге, в сизой мгле, всходила испаринская луна. Волны лениво перекатывали багровый лунный шар. Стояла уже лиловая южная осень. Листья платанов не жильтели, а лиловили. Лиловый дым курился над морем и горами. В лавочках продавали черно-лиловый виноград Изабелла. Зарембо жил в дощатом домике на сваях. Вокруг тянулись кукурузные поля. В кукурузе рыдали шакалы. За садом шумела мелкая горная речка. Зарембо сбегал в соседний духан, принес вина и сыра и пошел за Фигатнером. Фигатнер был стар и плохо выбрит. Лицом он напоминал провинциального трагика. Желтые глаза его посматривали хмуро. Он сказал капитану, протягивая руку с бурами от табака и крепкими ногтями. Очень-очень рад. Приятно встретиться в этом гнусном городе с культурным человеком. Двадцать пять лет я честно работаю репортером, как каторжник, как последняя собака. И вот докатился до Батума и дрожу здесь перед каждым мальчишкой. А в свое время я был корреспондентом русского слова. Дорошевич сулил мне блестящее будущее. Фигатнер вдруг подозрительно посмотрел на капитана и спросил, «Как ваша фамилия?» «Кравченко. Вы хохол?» «Да, украинец. Вы зачем в Батуме?» «Приехал по делу к Кахме. Жду их агента Виттоля. Он сейчас на чорохе, скоро вернется». «Поздравляю», — промычал Фигатнер. «Другого такого прохвоста нет на земном шаре. Низкая личность, бабник, спекулянт. Как только советская земля его носит». «Откуда вы его знаете?» «Я обслуживаю для газеты фирму Кахме. Сегодня я его видел, вашего Виттоля». «Как?» — капитан повернулся к Фигатнеру. «Да разве он здесь?» «Конечно, здесь. Он вчера еще был здесь. Приехал на филюге с чороха». Капитан посидел минут десять, потом подмигнул за Рэмби с таким видом, будто хотел сказать «все сделано, спасибо» и вышел. Фигатнер был сварливый, но совершенно безвредный человек. Впоследствии, вспоминая все, что случилось в Батуми, капитан рассказывал, что уже около дома за Рэмбы он ощутил тревогу. Он оглянулся. Было пусто, темно от высоких чинар. Недалеко бормотала река. Капитан замедлил шаги. Что-то темное метнулось под ногами. Капитан вздрогнул и выругался чертова кошка. «Обабился я с этой американской волынкой. Пора на море». Он остановился и прислушался. Стояла звонкая ночная тишина. Море дышало едва слышно, как спящий человек. Вдали виднелись огни Батума. Далеко еще подумал с сожалением капитан и зашагал вдоль железнодорожного полотна. Потом быстро оглянулся. Ему показалось, что кто-то идет сзади. В тени чинар остановилась неясная тень. «Чего боишься, к отцу?» Сказала тень гортанно и возбужденно. «Иди своей дорогой, не трогай меня, пожалуйста. Я тебе покажу, боюсь. Иди вперед!» Тень еркнула за живую изгородь и пропала. Капитан постоял, подождал. Со стороны Махинджаур нарастал гул. Шел поезд из Тифлис. Далеко загорелись два белых его глаза. Это успокоило капитана. И он двинулся вперед. У него было ощущение, что лучше всего слушать спиной. Малейший шорох передавался ей легкой дрожью. Истеричная баба обругал себя капитан-сопляк. Он шел быстро, несколько раз оглянулся. Никого не было. Шоссе светилось смелым и лунным светом. Поезд догонял его, мерно погромыхивая. Когда поезд поравнялся с капитаном, в грохот его ворвался резкий щелчок. Капитан спрыгнул в канаву и огляделся. Из-за живой изгороди блеснул тусклый огонь. Хлопнул второй выстрел. Кепка капитана слетела. Капитан начал вытаскивать из кармана браунинг. Револьвер запутался. Он вывернул его вместе с карманом, высвободил и выстрелил три раза подряд в кусты. Там зашумело гортанный голос, что-то крикнул, но за шумом поезда капитан не расслышал слов. Он схватил кепку, нахлобучил, побежал, спотыкаясь рядом с поездом, изловчился и вскочил на площадку. На ней было пусто, под ногами валялось сено. Капитан сел, вынул из обоймы оставшиеся пули и выбросил их. Поезд шел по стрелкам. У самого лица проплыл зеленый фонарь. Капитан снял кепку, пригладил волосы. В кепке на месте якоря была широкая дыра. Он засунул кепку в карман и пробормотал его работа. «Ну погоди ж ты, гадюк, я тебя достукаю». Непривычный страх прошел. Капитан краснел в темноте. Он три раза погибал на море, дрался с Юденичем, сидел в тюрьмах, ожидая смертного приговора, но никогда не испытывал ничего подобного. Слабость, — подумал он, — от жары, от этой, от сырости распустил Нюни. Он решил обдумать все спокойно. Выстрелы не были случайными. За ним следили от дома за Рэмбы. Он это почувствовал тогда же. Кто стрелял? Голос в кустах был как будто знакомый, но чей капитан никак не мог вспомнить. Ясно, что работа Пирисона. Если он решил убить капитана, значит, дело гораздо серьезнее, чем казалось вначале. Нужно захватить его сейчас же по горячим следам. Портачи, — подумал капитан Аберге и Батурине. Неделю назад он послал им телеграмму, но до сих пор их не было. Придется работать одному. Он соскочил с площадки, когда поезд медленно шел через город. Была полночь. Темнота казалась осязаемой. Хотелось поднять руку и потрогать шерстяной полок, висевший над головой. Редкие фонари вызывали смутные опасения. Капитан их обходил. В переулке он задел ногой крысу. Она взвизгнула и, жирно переваливаясь, побежала перед ним. Капитан остановился, прислушался и сказал. Вот паршиво. Скорей бы конец. Около общежития для моряков, где он остановился, общежитие носило громкое имя Борнинггауз. Капитан заметил у дверей сидящего человека. Он полез в карман, нащупал револьвер, но вспомнил, что выбросил пули и, решившись, быстро подошел. Море тихо сопело. Вода булькая вливалась в щели между камнями и выливалась с сосущим звуком. На ступеньках сидела нищенка-курдянка. Она подняла на капитана смуглое и нежное лицо и улыбнулась. На глазах ее были слезы. Пусти ночевать. Я красивая, жалеть дорогой не будешь. Ты чего плачешь? Маленький мальчик такой, курдянка показала рукой на пол аршина от ступеньки. Измет, мальчик, зачем умер? Доктор не мог лечить, никто не мог лечить. Теперь хожу, прошу деньги. Каждый человек хватает меня, ночуй с ним. Она скорбно закачала головой. Ай-я, ай-я. Я тебе зла не желаю, пусти меня ночевать. Ты смотри. Курдянка распахнула платок. Груди ее были обнажены и подхвачены снизу черной широкой тесьмой. Капитан смотрел на нее, засунув руки в карманы. Смутное подозрение бродило у него в голове. Хороша, подумал он. Смуглые и маленькие ее груди казались девичьями. Наверное, врет, что был ребенок. Такие лица капитан где-то уже видел. С густыми бровями, с полуоткрытым влажным ртом, с тяжелыми ресницами. Слушай, девочка. Он неожиданно погладил курдянку по блестящим волосам. Ты мне не нужна. Вот, возьми, он дал ей рубль. А переночуешь здесь в коридоре? Никто тебя не тронет. Ощущение теплых женских волос было потрясающим. Капитан знал женщин, независимых и рыжих портовок женщин, ценивших силу, жадность и деньги. Об этих женщинах он не любил вспоминать. После встреч с ними он долго в полголоса ругался. Сейчас он испытывал смятение. Ему казалось, что он должен сказать что-то очень хорошее этой женщине, дикой, непонятной, плачущей у его ног. Он поколебался, шагнул к двери, но курдянка схватила его за локоть. — Слушай, — сказала она тихо и быстро, — слушай, дорогой, — ходи осторожно. С тобой в Духане злой человек сидел. Он давал мне деньги, говорил, смотри за ним. Каждый день приходи, рассказывай, спи, как собака у его дверей. Капитан обернулся, потряс ее за плечи. Какой человек? Молодой, по-турецки, который говорит. — Терьян. Капитан невольно оглянулся. Он чувствовал себя, как затравленный зверь, но попал в переплет. Он не вернулся к себе в гостиницу. Впервые в жизни он испытал тяжелое предчувствие, противную тревогу и пожалел о том, что нет Батурина и Берга. — Азия, — думал он, — будь она трижды проклята. Он пошел с курдянкой к маяку в пустой корабельный котел. Котел лежал у самой воды. Он врос в песок, был ржавый, но чистый внутри. Капитан зажег спичку. В котле были навалены листья, было тепло и глухо. Отверстие было завешено рогожей. Он лег и быстро уснул. Курдянка взяла его голову, положила на колени, прислонилась к стенке котла и задремала. Ей казалось, что вернулся муж, спокойный и бесстрашный человек, что он подле нее, и она скоро уедет с ним в Курдистан, где женщины полощут в горных реках нежные шкуры ягнят. Когда капитан проснулся, из-под рогожи дул прохладный ветер. Над самым своим лицом он увидел смеющиеся губы, ровный ряд зубов, опушенные ресницы. Он сел, похлопал курдянку по смуглой ладони и сказал, «Ничего, мы свое возьмем. Жаль мне тебя, девочка, дика ты очень. Зря красота пропадает». Он выполз из котла и пошел в типографию к Зарембе, выбирая улицы попустыннее. Он думал, как хорошо, если бы у него была такая дочка. И как глупо, что ее нет. А жить осталось немного. На душе был горький хмель, какой бывает после попойки. Он отогнал назойливую мысль, что курдянка очень уж дика, а то бы он женился на ней. Ну и дурак, подумал он. По пути он зашел в кофейню, долго пил кофе, глядел на яркое утро. Ему не хотелось двигаться. Сидеть бы так часами на легком ветру и солнце, вспоминать тяжелые ресницы, смотреть на веселую зеленую волну, гулявшую по порту, выбросить из головы Пересона к чертовой матери. В типографии капитан застал волнение. Фегатнер сидел за столом и крупным детским почерком писал заметку. Около него толпились наборщики и стоял за Рэмбо, почесывая шилом за ухом. «Вот какое дело», сказал он смущенно капитану, «терьяна подстрелили». Капитан подошел к столу и через плечо стал читать заметку. Фегатнер сердито сказал, «Не висите над душой, товарищ!» «Вчера на шоссе в Барцхану», читал капитан, «был найден с огнестрельной раной в области голени правой ноги сотрудник трудового Батума С.К. Тирьян». Тирьян возвращался пешком в город из Махинджаур, причем на него было произведено нападение со стороны необнаруженных преступников. Тирьян, уже раненый, не потерял присутствие духа и начал отстреливаться, заползши за живую колючую изгородь, где и был обнаружен поселянином Аметом Халил Нафтула, 52 лет, несшим на рынок виноград. «Пострадавший отправлен в городскую больницу. К розыску бандитов приняты меры. Неоднократно мы указывали на небезопасность Батумских окраин. О чем думает милиция? Гром не грянет, мужик не перекрестит, так говорит мудрость широких рабочих крестьянских масс. Долго ли будем терпеть эти хищничества на больших дорогах, и не пора ли прокурору Аджаристана крикнуть свое резкое и громкое «нет». На седьмом году революции жители рабочих окраин тоже имеют право спать спокойно. К ответу безхозяйственников и склочников из милиции. К ответу административный отдел совета, который не считается жилищной нуждой граждан и не только обрекает их на спанье на улицах под угрозой бандитов, но дает им проходные, нежилые комнаты, беря плату как за жилые. Долой кумовство!» Фегатнер подумал и приписал. «Покойный С.К. Тирьян объяснял нападение целью грабежа. Бумажник его чудом остался невредим. Редакция трудового Батума выражает ему свое соболезнование, возмущенное по поводу неслыханного преступления и пожелания скорейшего восстановления нарушенного здоровья». Фегатнер поставил, наконец, точку. Капитан растерянно поглядел на Зарембу. «Ну, что ты об этом думаешь?» Заремба снова почесал шилом за ухом. «Пожалуй, его дело», — ответил он с сомнением. «Викторе дело, надо полагать». Капитан отвел Зарембу в сторону и рассказал ему вчерашнюю историю. Заремба сощурил глаза, поковырял шилом стол и, наконец, ответил. «Ну, и сукиного же сына. Жаль, что ты его не кокнул. Вот-то он около нас вил с оглистом. Раньше все товарищ Метранпаш, а потом Евсей Григорьевич. Теперь, слушай, я сегодня заболею лихорадкой денька натрия, и за эти три дня мы должны его взять, этого сволочу Гувиттеля, голыми руками. Во время этого разговора в типографию прибежал редактор Мочульский. Он правил заметку Фегатнера, фыркал, как кот, и возмущался. «Причем тут, причем?» — фыркал он и черкал снизу вверх карандашом. «Что это за полши, за живую изгородь? Зачем это рабоче-крестьянская мудрость и проходные комнаты? Когда вы научитесь грамотно писать?» Фегатнер стоял у стола и бубнил. «Двадцать пять лет работаю, как арестант. И в результате неграмотный. Стыдно вам, товарищ Мочульский. Если вы, конечно, боитесь, так вообще выкиньте эту заметку в корзину. Выкиньте к черту всю, чтобы ничего не было. Пожалуйста, выкидывайте. Будьте настолько добры!» «Отстаньте!» — махнул Мочульский рукой. «Не зудите над духом!» Капитан спустился с Зерембой вниз в машинное отделение. Они сели на подоконник и задумались. Надо было выработать план действий решительных и быстрых. «Вот что», — придумал наконец Зеремба. «Я схожу в больницу к Тирьяну, прикинусь дурачком. Может быть, совпадение, черт его знает. Может, тот самый, что стрелял в тебя, и в него ахнул? Как думаешь?» Капитан с сомнением покачал головой. Он думал было рассказать о Курдянке, но спохватился. Этой темы он касаться не хотел. Он понимал, что есть вещи, о которых говорить нельзя, иначе тебя сочтут или лгуном, или помешанным. «Ну что ж», — согласился он, — «валяй!» «Иди ко мне». Зеремба дал капитану здоровенный ключ. «У меня оно как-то безопаснее. Я приду часа через два». Капитан пошел на Барцхану. На шоссе его обогнал параконный извозчик. В фаэтоне сидели турчанки в черных глухих чадрах. Извозчик оборачивался с козел и ссорился с ними, показывая кнутом в сторону гор. Обогнав капитана, он остановился, повернул и помчался обратно в Батум. Турчанки колотили его по спине, визжали и дергали за плечи. Капитан с любопытством наблюдал эту сцену. Извозчик снова повернул и промчался мимо капитана к Барцхане. Турчанки сидели спокойно. Потом, в шагах в стад капитана, экипаж остановился. Капитан подумал, уж не охотятся ли за ним, и замедлил шаги, разглядывая турчанок. С воплями и слезами они вылезли из экипажа. На земле они были неуклюжи и тучны, как откормленные куры. Капитан осторожно подошел. Турчанки повернулись к нему спиной. Извозчик зловоговаривал им, скручивая папиросу. — В чем дело? — спросил капитан. — Торгуются! — закричал извозчик. — Сговорились. Ворта-Абатум за два рубля. В дороге старуха начала торговаться. Дает полтинник. Я их повез обратно. Опять согласились. Я повез ворта-Абатум. Опять торгуются. Я опять в город плачут. Дадим два рубля. Что такое? Высадил их. — Иншаллах! — Пусть сидят здесь до вечера. Подошел крестьянин, похожий на галку. Черный и страшный. Он сказал капитану, что делать? Турецкая женщина не может пешком ходить. Муж убьет. Нельзя пешком ходить. Ва-ва-ва. Чего теперь делать? — Что ж ты, сукин сын, — сказал капитан извозчику. — Смеешься? — Вези сейчас, а то номер спешу. Извозчик что-то гневно заговорил по-турецки. Старуха повернулась к капитану и завыла скрипучим голосом. — Тебя ругает к отцу, — перевел крестьянин. — Зачем ты, Геур, трогаешь турецкую женщину? Увидят турки, худо будет. Капитан плюнул и пошел дальше, сказав напоследок извозчику. — Ты чего там наплел, обезьянщик? Номер твой я запомнил. Вот тазия, будь она четырежды проклята. Около дома Зарембы извозчик с турчанками догнал его, остановился и сказал. — Видишь, везу. Ты в милицию не ходи. Ничего с ними не будет. Ну, валяй, валяй, пес с тобой. Одна из турчанок подняла чедру и взглянула в лицо капитану. Чернота чедры оттеняла ее жаркий румянец. Удлиненные глаза ее смеялись. Вот чертовка. Капитан снял кепку и помахал ею в воздухе. Экипаж пылил, качаясь и дребезжа среди чинар. Турчанка кивала ему головой. Капитану стало весело. Сидя в комнате Зарембы, он думал, что нелепое это и пестрое, как цветные нитки Азия, начинает ему нравиться. Он вышел во двор и долго, без нужды, но с большой охотой мылся у крана, потом подставил лицо теплому ветру и неожиданно сделал открытие, что молодеет. Ему захотелось что-нибудь выкинуть, переплыть на Пари-Батумскую бухту, жениться на курдянке, устроить пирушку и зажечь головокружительный фейерверк. Захотелось созвать старых друзей, коричневых и беззаботных моряков, слоняющихся по портам Тихого океана, опять увидеть их крепкие руки, светлые смеющиеся глаза, пощупать новые паруса, побродить по раскаленному Брисбену. Там во время стачки товарищи приковали его цепью к фонарному столбу, чтобы полицейские не помешали ему сказать зажигательную и веселую речь. Пока полицейские сбивали цепь, он успел накричать столько, что премьер-министр выслал его из Австралии, а газеты напечатали его портрет с подписью «Бандит Кравченко, призывавший разрушать железные дороги и умерщвлять грудных детей». Прошлое вспыхнуло в памяти капитана. Оно было окрашено в три цвета — синий, белый и коричневый. Это был океан, паруса и белые корабли, коричневые люди и плоды. Он посмотрел на синий свой китель, с которым не расставался уже восемь лет. Это был единственный свидетель всего, о чем капитан сейчас вспоминал. Тоска по запаху тропических плодов приобрела почти физическую силу. Освежающий и яркий их сок, казалось, опять просветлял его голову, толкал к поискам все новых и новых встреч, новой борьбы и кипению воли. Смутные размышления капитана прервал Зерембо. Он быстро шел по шоссе, поднимая пыль, махал руками, лицо его было покрыто красными пятнами. Он говорил сам с собой, спотыкался и кепку нес в руке, вытирая ею потное лицо. — Слушай! — крикнул он капитану, сидевшему на крыльце его свайной хижины. — Слушай, Кравченко, ты какими пулями в него стрелял? Капитан сделал страшное лицо и зашикал. Зерембо спохватился, покраснел, вошел в комнату и повторил свой вопрос шепотом. — Никелированными из Браунинга. Такие пули теперь нигде не достанешь. — Вот, значит, верно. Это его дело, Тирьяна. Сиделка рассказала, что из него вытащили пулю с никелевой оболочкой. К нему меня не пустили. — Да теперь и не нужно, дело ясное. Зерембо посопел, потом решительно встал. — Нет, брат, это не спекулянты. Они или контрабандисты, или еще почище шпионы. Спекулянт на мокрое дело не пойдет, понял? — Понял. — Тот и вот. Раз Витталь здесь, надо его брать. Пошли в город. Когда шли в город, капитан думал, что Зерембо слишком просто решает вопрос. — Надо его брать, надо его брать, — передразнивал он Зерембо. — А как его возьмешь? Пойдет он за тобой, как теленок. В городе зашли к бедному Мише обдумать дальнейшие планы. Капитан оглядел посетителей, но ничего подозрительного не заметил. Сидя за кофе, он неожиданно рассказал Зерембе о курдянке. Зерембо хмыкнул. Капитан побагровел, отвернулся и полез в карман за портсигаром. Мельком он взглянул за окно и обмер. На пристани среди турок-филюжников стоял Пирисон. Серый его плащ тусклой чешуей блестел под солнцем. Он был без шляпы, русые волосы бледно отсвечивали. Стоял он спиной, и капитан узнал его тяжелый затылок. Капитан стиснул руку Зерембы, показал на филюжников глазами и сказал хрипло и невнятно, гляди он. Виттель говорил с турками. Турки слушали хмуро, качали головами. Очевидно, шел неудачный торг. Зеремба! Зеремба по тону капитана понял, что тот решил действовать стремительно. Если он увидит меня, крышка, стрельбу на улице не подымешь. Следи за ним. Надо выследить его до гостиницы. Как только он войдет в номер, стоп, тут будет другой разговор. Ты войдешь первым, скажешь, пришел, мол, от Тирьяна принес письмо. Я войду следом. Чуть что хватай его за руки, кричать он не будет. Понял. Зеремба вспотел, медленно встал и перешел за столик, стоявший на улице недалеко от турок. Виттель Пирисон повернулся и быстро пошел к бедному Мише. Капитан сжался, достал деньги, положил на столик и встал. Надо было выскочить в дверь на узкую улицу, запруженную ишаками. Пирисон уже входил в кофейню. Капитан рванулся к двери, зацепил мраморный столик. Столик упал с невероятным грохотом и разлетелся на сотни кусков. С улицы повалила толпа, жадная до скандалов и зрелищ. «Ромбавия!» — закричал хозяин духана, жирный грузин. «Ради бога, что ты делаешь, дорогой?» Капитан обернулся, полез за бумажником, чтобы заплатить за столик, и столкнулся лицом к лицу с Пирисоном. «От чертова лавочка!» — сказал капитан, красный и злой. Пирисон вежливо приподнял шляпу и прошел мимо. За Рэмбо прошел следом и тихо сказал, «Эх, ну уж сидите здесь, дожидайтесь!» Капитан заплатил за разбитый столик, хозяин содрал с него полторы лиры, снова заказал кофе и сел за деревянным столиком на улице. И вот злоба душила его. Налитыми кровью глазами он смотрел на веселых посетителей и бормотал проклятие. «Неужели я стал Йовом?» — подумал он, и с отвращением выплюнул на тротуар кофейную гущу. У австралийских моряков было поверье, что есть люди, приносящие несчастье. Их звали Йовами. Один такой Йов плавал с капитаном, и капитан отлично помнил два случая. Первый, когда Йов зашел к нему в каюту и со стены без всякого повода сорвался тяжелый барометр и разбил любимую капитанскую трубку. И другой, когда Йов подымался по трапу в Перте, с лебедки сорвалось в воду десять мешков сахару. Матросы потом купались у борта, набирали полный рот воды и глупо гоготали. Вода была сладкая. После этого случая Йов списался с парохода и занялся разведением кроликов. Но кролики у него подохли и заразили кроличьей чумой весь округ. В последний раз капитан видел его в Сиднее. Йов стоял под дождем и продавал воздушные детские шары. Дринная краска стекала от дождя с шаров и капала красными и синими слезами на его морщинистое лицо. Прохожие останавливались и насмешливо разглядывали его. В глазах Йова капитан увидел старческое горе. «Неужели я, Йов, — подумал капитан и с горечью вспомнил цепь неудач, прикуренную папиросу в сухуме, дринного шкиперишку, привезшего его из Ачимчир в Ачимчиры, предателя Тирьяна, выстрел, испуг свой перед курдянкой и, наконец, разбитый столик». Капитан закурил и с угрозой сказал смотревшему на него с радостным изумлением восточному человеку, сидевшему рядом, «Ты чего скалишься, сдуля?» Человек испугался, встал и ушел. Рассказать Бергу и Батурину засмеют. «Не дело гонять за американцами, пора на море». Быстро подошел за Рэмбо, подсел, сказал, задыхаясь, плохо дело Кравченко. Он договорился у биржи с извозчиком, подрядил его на вокзал к Тифлицкому поезду, надо спешить. Когда поезд? Через час. Капитан вскочил, ринулся на улицу, на ходу крикнул за Рэмбо, «Прощай, тут наш приедут, расскажи все, как было. Куда ты, в Тифлиц?» Хозяин бедного Миши неодобрительно покачал головой, «Какой неспокойный человек этот моряк, ай, какой неспокойный!» За Рэмбо вышел на улицу. Выражение недоумения и горечи не сходило с его лица. Капитан бросился в бординг-аус, схватил чемодан, выскочил, остановил извозчик, сел и крикнул, «Гони!» «Куда тебя везти?» — спросил извозчик, и испуганно задергал вожжами на зеленый мыс. «Чтобы через полчаса быть там, пошел, даю две лиры!» Извозчик понял, что дело серьезное, и под жарой лошади понеслись пыля и раскатывая легкий экипаж. На шоссе капитан обогнал за Рэмбо, махнул ему рукой. Потом увидел испуганно отскочившего в сторону крестьянина, похожего на галку. На зеленом мысу он купил билет, вышел на платформу, когда тифлицкий поезд уже трогался, и вскочил в задний вагон. Поезд прогремел через туннель, и по другую сторону его открылась иная страна. Тропики свешивали к окнам вагонов влажные и зеленые стены листвы. Кудряво бежали по взгорьям чайные плантации. Сырой блеск равнин был пышен и праздничен. Капитан расстегнул китель, купил десяток мандаринов и сразу же съел их. Он чувствовал необычайное облегчение. До тифлица можно было спать спокойно. Золотое руно Турки, отступая из Батума в 1918 году, оставили в складах множество ящиков с боевыми ракетами. Ракеты лежали, сохли, в них происходили таинственные химические процессы, грозившие самовозгоранием и взрывом. Поэтому ракеты было решено уничтожить. Этим и объяснялась пышность фейерверков, в которых внезапно стал утопать город осенью того года, когда в Батум приехала Нелидова и ее спутники. Первый вечер был особенно пышен. Трескучая заря занялась над плоским и темным городом. Переплетение огней и шипящих ракетных хвостов создавало впечатление сложного и сверкающего кружева. Взрывы белого пламени выхватывали из темноты и снова бросали в нее живые груды листвы, широкие окна кофеин, их желтый свет трусливый газ при наглых вспышках бенгальского огня, филюги, дрожавшие в воде, пронизанные до дна светом и серебром. Иногда наступал желтоватый, пахнущий порохом антракт, и отхлынувшая была ночь накатывалась исполинской стеной кромешной тьмы. Но через минуту пламя со щелканьем и свистом опять раздирало ее, бросая мутные отблески на маяк и набережные. Пустынный, казалось, порт при каждой вспышке оживал. Была видна давка филюк, цепи, крутые бока пароходов, высокие как бы театральные мостики, разноцветные трубы, палубы, с которых стремительный свет не всегда успевал согнать темноту. Казалось, что пароходы фотографировались с редким терпением. Один из них, оранжевый английский грузовик, даже улыбался. Со стороны его носа торчали из клюзов клыками бульдога лапы гигантских якорей. Это создавало впечатление вежливой, но деланной улыбки. Некоторые пароходы улавливали быстрое пламя стеклами иллюминаторов. Нелидова с Гланом и Батурином шла на Барцхану к Зарембе. Берг остался в гостинице, ему не здоровилось, опять болело сердце. Со сладкой горечью он думал, что ему, быть может, суждено умереть в этих серебряных потоках огня, в пограничном городе. И теплая женская рука потреплет перед смертью его волосы. О смерти сына и Вали он думал редко. Каждый раз при этой мысли пустота в груди наполнялась гулким сердечным боем и кончалась обморочной вязкой тошнотой. Берг сидел на балконе на полу, чтобы с улицы его не было видно. Это была любимая его поза. И украдкой, прячась от самого себя, курил короткими затяжками и прислушивался к растрепанной работе сердца. Оно томчалось вперед, дребезжа, как разбитый трамвай, то внезапно тормозило. От этого торможения кровь приливала к вискам. На Барцхане ночь, бежавшая из Батума, была гуще и чернее. У берега, выполняя наскучившую повинность, шумели волны. С гор дул бриз. В свежести его был холод виноградников, хранивших в своих кистях обильный сок. Глан ел виноград и уверял, что ночью он делается сочнее и слаще. Звезды плавали в море. Волны разбивали их о берег, как хрустальные детские шары. С Зарембой Батурин познакомился днем в типографии. Сейчас шли к нему просто так поболтать, выпить вина и еще раз ощутить ночное своеобразие этих мест. В окне у Зарембы пылала лампа. Свет ее, пробиваясь через черные лапы листвы, делал ночь высокой и как бы осязаемой. — Таитянская ночь, — прошептал таинственно Глан, мелькая в пятнах света и тьмы. — У здешних ночей есть заметный оттенок густой зелени. Вы не находите? — Я не кошка, — ответил Батурин. — В темноте я краски не различаю. Нелидова, когда попадала в полосу света, старалась миновать ее, возможно, скорее. Каждый раз при этом Батурин замечал ее бледное лицо. От тьмы и белых гейзеров пламени, бивших над Батумом, от теплого прикосновения листвы и безмолвия он ощущал легкую тревогу, похожую на нарастающие возбуждения. Батурин сказал, — принято думать, что в жизни все переплетено и нет поэтому нигде резких границ. Чепуха все это. Еще недавно жизнь была совсем другой. — А теперь, — спросила из темноты Нелидова, — теперь мне кажется, что я стою под душем из ветра и мельчайших брызг. Вы не смеетесь, это серьезно. — Да, — протянул рассеянно Глан. — Растите, милые, и здоровейте телом. Это чье? Забыли? Вот черт, тоже не помню. Заремба встретил их на крыльце. Рот его с выбитыми во время французской борьбы зубами был черен и ласков, как у старого пса. — А мы, знаете, — он сконфузился, — дожидаясь вас, уже выпили. Приятель у меня сидит, куплетист. Знакомьтесь. Куплетист, желтый и жирный, с лицом с копца, был одет в синюю матросскую робу. Он сломал через окно ветку мандарина с маленьким зеленым плодом и положил перед Нелидовой. Нелидова перебирала темные листья мандарина, мяла их пальцами, от рук шел пряный запах. Изредка она подымала глаза и смотрела на Батурина и Зарембу. Они тихо беседовали. Заремба расстегнул жилет, откидывал со лба мокрую прядь. Его большие серые глаза смотрели весело, хотя он и был явно смущен. Смущение его нарастало скачками. Он все порывался что-то рассказать Батурину, но останавливался на полуслове. Наконец рассказал. Лицо Батурина осветилось легкой улыбкой. Послушайте, Батурин обращался, казалось, к одной Нелидовой. Вот любопытная история. Жаль, что с нами нет Берга. Заремба подобрал на улице нищенку-курдянку. Он говорит, что эта курдянка спасла капитана. Батурин запнулся. Обо всем, что случилось с капитаном в Батуми, Нелидовой он не рассказал. Рассказал лишь, что Пирисона капитан разыскал в Тифлисе, и в Тифлис нужно выехать, возможно, скорее. Одним словом, курдянка живет здесь. Заремба хочет отдать ее в школу и сделать из нее человека. — Молодая? — спросил Глан. — Вроде как бы моя дочка, — ответил, смущаясь Заремба. — Лет двадцать, а мне уже сорок два. Он мучительно покраснел. Ему казалось, что никто не поверит, что вот он, крепкий мужчина, взял в дом молодую женщину и не живет с ней, а наоборот возится как с дочкой. — Наглупил на старости, — пробормотал Заремба. — Скучно так жить без живого человека. Жаль мне ее. Теперь взял, лечу. Заремба окончательно сбился и замолчал. — А что с ней? — спросил Глан. — Ну, знаете, обыкновенная болезнь, не страшная. Слава богу, что хоть так отделалась от чертовой матрасни. — Где же она? Почему вы ее прячете? — Голос Нелидовой прозвучал спокойно, без тени волнения. Заремба вышел и вернулся с курдянкой. Она кивнула всем головой, смутилась, села рядом с Нелидовой, погладила шелк ее платье на высоком колене, опустила глаза и почти не подымала их до ухода гостей. Глан отгонял рукой дым папироса и смотрел на курдянку. Ему казалось, что он осязает красоту, как до тех пор явственно осязал прикосновение к своему лицу теплого ветра черной листвы, всей этой оглушившей его новизной и необычайностью ночи. Куплетист решил разогнать общее смущение, и тонким мальчишеским тенором спел свою новую песенку. Песенки эти он писал для эстрадных артистов. Артисты всегда его надували, платили в рассрочку и не доплачивали. На столе моем тетрадка в сто один листок, в той тетрадке есть закладка, беленький цветок. Этот беленький цветок мне всего милей, шепчет каждый лепесточек о любви моей. Чем не Беранже, подумал Глан и оживил. Он носил в своей голове тысячи песенок, бандитских, колыбельных, бульварных, песенок проституток и матросов, страдательные рязанские частушки и хасидские напевы. Он коллекционировал их в своем мозгу. Иногда, всегда к случаю, он очень удачно извлекал то одну, то другую, поражая слушателей то глупостью, то подлинной их наивной болью. Вина пили мало, но оно быстро ударило в голову. Батурину казалось, что это черное вино действует на него совсем не так, как другие вина. Неуловимое его настроение оно вдруг закрепило. Они ожили, крепко вошли в сознание. От них в душе рождалась вот-вот готовая прорваться детская радость. Курдянка гадала Нелидовой по руке. Нелидова наклоняла голову и смеялась. Вино сверкало в ее зрачках черным блеском. Она верила гаданию и стыдилась этого. Она медленно обрывала с ветки мандарина черные листья. На лице куплетиста Батурин заметил страдание. Он подошел и незаметно отнял у нее ветку. Она изумленно подняла глаза, улыбнулась, и в прозрачной глубине ее глаз Батурин увидел все то же, эту ночь, взявшую их в плен стенами живой высокой листвы. Через окна проникал ровный и усталый ветер. «Напомните мне, когда будете идти в город, я расскажу вам одну историю», сказал Батурин. Нелидова кивнула головой. Глан, Заремба и куплетист расплывались в табачном дыму воспоминаний. Долетали слова о Шанхае, шушенских коврах, ротационных машинах, табаке. В город шли с куплетистом. Заремба и курдянка провожали их до порта. Шли длинной цепью, взявшись под руки. Опять море разбивало о песок сотни звездных шаров. Иллюминация догорала. Ветер приносил театральный запах пороха и потухших бенгальских огней. «Я напоминаю вам», сказала Нелидова. «Что вы хотели рассказать?» «Маленький сон», ответил Батурин и рассказал ей о поезде и китайце со змеей. Нелидова слушала молча, потом легко пожала его руку и спросила, «Тихо, вы не болтаете? Может быть, вы выпили больше, чем следует?» Батурин решил было обидеться, но раздумал. Ему неудержимо хотелось рассказывать причудливые истории, смысл которых так же радостен, как пожатие женской руки. Было в Батурине нечто, что заставляло Нелидову настораживаться. Его странные рассказы, неожиданные поступки, суровые глаза, ощущение, что этот человек все время думает свое и никому об этом не говорит. Он часто бывал рассеян и отвечал не в попад. Когда Батурин, сидя за столом, низко наклонял голову и разглядывал скатерть, Нелидова знала, что у него опять подымается тоска по вале. Тогда судорожная тревога заставляла ее беспрерывно болтать, не слыша даже своих слов, всячески стараться отвлечь его мысли от прошлого. Спустя часа два Батурин успокаивался, в глазах его блестели быстрым огнем самые смехотворные истории, он говорил о привычных вещах, как о чем-то необычайно интересном. Нелидова сознавала, что он прав. В каждом дне уличной встречи во всем она начала замечать новое, незамеченное раньше. Это давало жизнь ощущение полноты, мир был очищен, как старинная картина от вековых наслоений почерневшего лака и заиграл наивными и пышными красками. Нелидовой нравилось, что Батурин любил ветер, свежесть, штормы, простых людей, все, к чему невольно тянется человек после бессонницы и духоты, как пьяница после попойки к стакану крепкой содовой воды. «Во время шторма в Новороссийске», сказал Батурин, «я видел второй сон. Его стоит рассказать. Хотите? Конечно». Рассказать этот сон было очень трудно. Как и во всяком сне, в нем было главное, оставившее глубокий след в памяти, но главное это нельзя было передать никакими словами. Батурину приснился дощатый бар в ночном порту. Сквозь щели в стенах были видны красные огни пароходов. Когда пароходы давали гудки, бар вздрагивал и со стропил слетала пыль. Была ночь. В баре сидели пассажиры, дожидаясь посадки. Среди наваленных горами чемоданов почти не видно было деревянных столиков с букетами простых цветов, ромашки и резиды. Казалось, родная, старая земля провожала запахом этих немудрых цветов всех уезжавших за океан. Океан шумел в косматой портовой темноте. Над ним очень далеко там, куда пойдут корабли, дни и ночи сменялись страницами однообразной книги. Зелень вод, туманы, неуют великих мировых дорог приводили к странам чуждым, суетливым, ненужным живой душе человеческой. Уезжавшие казались безумцами, обреченными на преждевременную старость, на вечную тоску по оставленной милой земле, куда вернуться им будет нельзя. Батурин узнал, что из этого порта уезжает Нелидова. Он мчался туда в экспрессе, спешил застать ее, ночи гремели мостами и обжигали лицо снопами искр, дни проносились светлой пылью. В портовый город он приехал за полчаса до отхода корабля. Он бросился в бар, нашел Нелидову, он помнил, что она должна простить ему перед отъездом какую-то смертельную обиду, они говорили о безразличных вещах, потом Нелидова взглянула на него, в глубине ее глаз он увидел прозрачные и синие слезы и оглянулся. За раскрытой дверью бар стоял холодный и голубой рассвет. Нелидова попросила его купить на дорогу папирос, он вышел, с деревьев капал туман, капли стучали по древним тротуарам, кое-где уже гасили огни, он долго искал ларек. Во время поисков он услышал, как мощно прокричал пароход, может быть тот, на котором должна была уехать Нелидова, он заторопился, но у него было такое чувство, что без папироса он вернуться не смеет. Когда он пришел в бар с коробкой папирос «Осман», синий и вычурный, как турецкий киоск, Нелидовой не было, бар был пуст. Пароход отошел и был виден в море тучей рыжего дыма. Батурин остался жить в портовом городе, где старина вторгалась в каждый шаг, где океанские корабли приобретали вид фрегатов и камни зарастали мхом, заглушавшим шаги. Он знал, что Нелидова его простила, но горечь ее отъезда, горечь того, что он не услышал слов прощения от нее самой, была невыносима. Вот и все. Я бы предпочла, сказала Нелидова, чтобы вы видели во сне не меня, а кого-нибудь другого. Почему? Такие сны обязывают. После этого я буду казаться вам скучной. В город пришли ночью. Было решено на следующий же день выехать в Тифлис. На рассвете Глан проснулся от ровного шума, шел дождь. За черными окнами он казался серым. Глан закурил и выргался. О батумских дождях он кое-что слышал. Потом он разделся догола и осторожно вылез на плоскую крышу под окном. Ливень хлистал его. Глан жмурился и вертелся. Небесный душ был прекрасен. После Глана на крышу услазил Батурин, потом Берг. К полудню дождь стих. Город блестел под солнцем, вода пахла снегом. Пошли в турецкую чайную. В чайной ливень настиг их снова. Он бил в потные стекла. Улицы и порт за ними приобрели фантастический вид. Они струились и расплывались. на рейде серые волны мылили борта пароходов. Всех радовала пустяковая мысль, что они заперты в чайной, может быть, до самого вечера, что весь город вымер, и только ливень гремит и скачет по крышам. А как же Тифлис? спохватился Глан. Надо узнать точно, когда поезд. Он спросил хозяина турка. Турок вежливо ответил, глядя на Глана, как на беспомощного иностранца, что поезд вряд ли сегодня отойдет в Тифлис. Такие ливни всегда размывают полотно. Хозяин провел Глана в заднюю комнату к телефону. Глан позвонил на вокзал, ему ответили, что путь за кабулетами размыт и движение прекращено. Везет, как утопленником, пробормотал Глан, но втайне подумал, что против ливня он ничего не имеет, пусть его лупит. В Тифлис всегда успеем. В чайной зажгли свет. С запада вместе с густыми и медленными тучами вошла тьма. День приобрел сизый цвет пороха. Вошел человек в клеенчатом плаще, принес с собой лужи, хриплый кашель. Он откинул капюшон, оглянулся и радостно крикнул «А, Берг, вот я где вас застукал!» Это был Левшин. «Скотиновый Берг», сказал он, присаживаясь к столику, запах дождя исходивший от него смешался с дымом крымских папирос. «Куда вы удрали? Сестра искала вас целый месяц!» Вся извелась. «Зачем я ей?» Буртнелберг, «Как зачем?» «Да хотя бы поглядеть на вас, какой вы есть человек!» «Я ушел в рейс, она мне наказала, ищи, найди и привези в Одессу. Для пущей крепости даже письмо вам написала». «Вот». Левшин вытащил мятый конверт. Пока Берг читал, он рассказал Нелидовой, Батурину и Глану одесскую историю. Берг краснелый ерзал, папироса его ежесекундно тухла. «Я вас не знаю», писала Левшина, «Я смутно помню, как вы позвали меня в больницу. Письмо я пишу наугад, без адреса, без города, в пространство. Я даже не знаю вашего имени. Приезжайте. Вы боитесь, что разыграется обычная история, благодарность и слезы, растерянность? Ничего не будет. Я не буду ни благодарить вас, ни плакать, ни вообще разыгрывать мелодраму». Берг скомкал письмо и засунул в карман. «Ну что?» спросил Левшин. «Ладно, я приеду, но не сейчас. Из Москвы, когда хотите». В чайной просидели до вечера. Хозяин принес им обед, горячий, полный перца и пара. Вечером турки достали всем плащи, Нелидову закутали в бурку и, кое-как, прячась под дырявыми навесами, добрались до гостиницы. На перекрестках Левшин, он был в высоких сапогах, переносил всех на руках через улицы, шумевшие как горные реки. В Батуми прожили два лишних день прошел. К вечеру в стекла ударил влажный солнечный свет, улицы зашумели, Глан предложил пойти к Левшину. На пароходе в каюте у Левшина пили кофе, в никелированном кофейнике умирал в пламени закат. Сусальным золотом были залеплены стекла, пальмы на Приморском бульваре напоминали Африку, они казались черными и неживыми на кумаче грубого заката. Белая толпа шумела в сырой зелени, вымытые ливнем огни ходили столбами в воде, разламываясь и выпрямляясь в длинные дороги. На следующий день уезжали. Зарембо взял отпуск, он напросился ехать вместе со всеми в Тифлис. Свайную свою хижину он оставил на попечение курдянки. На вокзале провожал Левшин, а после первого звонка пришел Фигатнер и сказал Зарембе мрачно, смотри, они тебя обворуют, подозрительные типы. Брось трепаться. Прошу со мной в таком тоне не разговаривать. Фигатнер злоуставился на Зарембу. Я двадцать пять лет честно работаю, как последний сукин сын, и ты передо мной щенок. Связался с какими-то типами и институткой. Кто это? Спросила Нелидова Зарембу. Репортер один ненормальный. В каждом городе, знаете, есть свои чудаки. Так это наш батумский чудак. Черт его принес. Фигатнер возвращался с вокзала на Барцхану, подозрительно поглядывая на встречных детей собак и бормотал скотина. С нищенкой связался. А еще партиец. Сделаю из нее человека. Фу! Фигатнер плюнул и оглянулся. Обворует она тебя, как последнего идиота. Туда тебе и дорога. Метранпаж, а тоже лезет в партию. Фигатнер окончательно расстроился, зашел в Духан и заказал стакан вина. Поданный стакан он злобно повертел, позвал хозяина и сказал, что все это лавочка и сплошное безобразие. В прошлый раз давали большие стаканы, а сейчас черт его знает что, в микроскоп такой стакан и то не увидишь. Вскоре Фигатнер вышел, пообещав завтра же написать заметку о сволочуге Духанчике. Пусть знает, как обманывать посетителей. Азиат, бормотал он, я тебе покажу, Швили, Швили, ты у меня поплачешь. В это время поезд уже прошел Чакову. Глан заварил купе мандаринами. Ему все здесь нравилось, и контролеры, кричавшие на пассажиров страшными голосами «А ну, покажи билет!» И черные поджары и свиньи, бегавшие по вагонам в кабулетах, визжа и выпрашивая подачку. И бродячие музыканты, жарившие подговор горбоносых пассажиров все одну и ту же песенку «Обидно, эх, досадно, да черт с тобой, да ладно, что в жизни так нескладно, мы встретились с тобой». Музыканты ехали без билетов на свадьбу в Натанеби. Контролер пассажиры сразу вскочили, закричали, глан слышал только одно слово «Натанеби, Натанеби!» Музыканты махали смычками, яростно выворачивали рваные карманы, парни с винтовками скалили зубы. Потом музыканты сели и, закатив глаза, вытянули из скрипок жалостную и берущую за душу молитву Шамиля. Мелодия крепла, через минуту она достигла чудовищной быстроты, и парень с винтовкой, отдав ее беззубому испуганному старцу пустился в пляс. «Ах, ах, ах, ах!» кричал весь вагон, похлопывая в ладоши. За кабулетами поезд шел через обширные, затопленные ливнем лагуны. В воде сверкало солнце. Праздничная страна открылась за окнами вагона. Нелидова стояла у окна. Берг высунулся в соседнее окно и крикнул ей, показывая наследяной широкий огонь за зарослями тростника. «Прощайтесь с морем!» Нелидова вдохнула ветер. С гор дуло счастьем. Голубятня в Сололаках По Верийскому спуску муши несли рояль. Поскользнулись, и рояль рухнул на землю, наполнив воздух громом и звоном. Собралась толпа. Худые, рьяные милиционеры непрерывно свистели, не зная, что делать дальше. Муши стояли, отирая пот. Рояль упал на трамвайные рельсы и остановил движение. Капитан, будучи любопытным, влез в гущу толпы и ввязался в спор, должны или нет муши отвечать за рояль. Черноусые люди в широких штанах притопывали на тротуарах и жалостно чмокали жирными губами. «Ай, хороший рояль, богатый рояль!» Извозчики остановились, слезли с козел и пошли расследовать дело. Толпа росла пчелиным роем, качалась и гудела. Хозяин рояля, сизый и страшный, рвался из рук милиционеров к старшему муше и хрипел, потрясая кулаками, «Отдай деньги, отдай семьсот рублей, кинтошка! Ты живой ходить не будешь, собака!» Муши невозмутимо слушали вопли и сплевывали. Сочувствие толпы было на их стороне. Крышка рояля отлетела, обнажив стальные порванные нервы. Сухость дерева, из которого был сделан рояль, вызывала представление о погибшей звучности, гуле педалей и приглушенном звоне бемолей. Капитан оглянулся. Ему почудилось, что его окликнул знакомый голос. Из пролетки ему кто-то махал. Капитан вгляделся, прикрывшись рукой от солнца. Это был Берг. Капитан рванулся, создавая в толпе ущелья и водовороты. Около извозчика стоял Батурин, худой и загорелый, и за Рэмбо щерил беззубый рот. Здорово, Свистуны, гарпнул капитан, расцеловался со всеми и потряс Батурина за плечи. Здорово, Мартын Задека. Погодите. Батурин взял капитана за локоть и повернул к извозчику. Идемте, я вас познакомлю. С кем? С Нелидовой. Капитан сдвинул кепку на затылок и уставился на Батурина. Что ж вы ни черта не написали. Но ругаться было некогда. Батурин тянул его за рукав и капитан подошел к извозчику. Первое, что он увидел, маленького человечка, похожего на обезьяну. Он сидел, поглядывая на толпу и посмеивался. Рядом с ним капитан заметил молодую женщину и остановился. Чем-то она напомнила ему батумскую курдянку, легким ли своим телом, нежным загаром или темными и прозрачными глазами. Капитан представлял себе артисток пышными и капризными дамами с лицами ярко раскрашенными и обсыпанными пудрой с множеством колец на пухлых пальцах. Это была совсем девочка. «Здравствуйте, капитан», сказала она молодым голосом. В нем капитан услышал горькую ноту, говорившую о неизжитом еще и утомившем страдании. То, что она назвала его капитаном, ему понравилось. В этом было признание его дальних плаваний, штурманских познаний, штормов, всей маячившей за его спиной большой и пестрой жизни. Капитан улыбнулся, снял кепку, это он делал в самых исключительных случаях, и крепко потряс руку Нелидовой. Он забыл, что она была женой Пирисона. Настолько это казалось неправдоподобным. С гланом он поздоровался сухо и корректно. Около извозчика произошел короткий разговор. «Сейчас о деле говорить не будем». Батурин, предостерегающе, взглянул на капитана. Капитан кивнул головой. «Прежде всего, надо устроиться». «Да, едем ко мне. У меня чудесно». Капитан жил у приятеля Зарембы наборщика Шевчука в Сололаках. Шевчук снимал две комнаты, одна осталась от жены, недавно его бросившей. Дом был похож на голубятню, с пристройками, лестничками, узкими дверьми, куда с трудом протискивался человек, балконами над обрывом и каменным тесным двором. Как голубятню этот дом на горе свободно обдувал ветер, небо казалось совсем близким. Капитан ходил по дому с опаской. Ему казалось, что он залез внутрь хрупкой игрушки. Все трещало, прогибалось и жалобно стонало от каждого его движения. Как жук в часовом механизме думал о себе капитан. Под капитаном провалились две ржавые железные ступеньки на лестнице и слетела с петли дверь. Капитан ее легонько толкнул. Во время ветра дом качался как старый корабль. Лопались газеты, заменявшие во многих окнах стекла, хлопали двери, с пола подымалась пыль, по крыше ветер гонял тяжелые кегельные шары. Голубятня посвистывала и трещала, и у жильцов весело замирало сердце. В день приезда был ветер. Синее небо блестело полосами, будто ветер проносил над городом сверкающие ткани. Голубятня пела и позванивала щеколдами дверей. На висячей террасе капитан варил кофе. Батурин сидел рядом с ним на корточках, и они тихо беседовали. «Пиристон здесь», — говорил капитан, опасливо поглядывая на окно, за которым была Нелидова. «Это это не человек, а дьявол. Крутится, как бешеный кот, унюхал слежку. Я свалял дурака. Вместо того, чтобы влезть ему внутро, я ощетинялся. Но иначе нельзя. Если бы вы видели эту лошадиную морду, втроем мы его пристукнем. Я думаю, он спекулянт, если не хуже. Вы говорите, что дневник он увез еще из Москвы. После этого все ясно, ведь там чертежи. Ну, а как она? Хорошая женщина. Она его бросила. Зачем же она болталась по югу? Батурин пожал плечами. Не знаю. Это человек со странной настройкой. Она наша, но... Батурин поглядел на лысую гору Давида, потрогал пальцем чайник. Она надломлена. Вы представляете, три года прожить с отъявленным негодяем это чего-нибудь достоит. Она, мне кажется, с усилием отбивается от апатии, старается вернуть себя прежнюю. Конечно, это трудно. Так, как думаете, она нам поможет? Безусловно. Капитан закурил, сплюнул, прищурился хитро на Батурина, что и говорить, девочка славная. И этот обезьянщик, он говорил о глане, наш в доску. Ну, а как проделать махинацию с Пирисоном? Думали они долго. Кофе сбежал, и капитан не сразу это заметил. Сделаем так. Он живет в гостинице Ной, на Плехановской, номер 49 на четвертом этаже, окна в переулок. В номере он бывает только вечером. Я думаю, к нему должна пойти она и отобрать дневник. Соседний номер свободен. Я сегодня утром узнавал. Вы могли бы там поселиться на всякий случай. Будет вернее, а? Ну, дальше. Дальше ничего. Я уверен, что выйдет и так. В крайнем случае придется вмешаться. Я буду караулить в переулке. В случае чего вы дадите знак в окно. Позовете, что ли? Возьмем Зарембу и Глана. Берг будет сидеть напротив Ноя. Там есть Духанчик. Если Пересону удастся удрать, он двинет за ним, чтобы не подымать шума в гостинице. С Нелидовой поговорите вы. Действовать будем завтра. Сейчас я их сплавлю, а вы берите чемодан и дуйте к Ною. Она не должна знать, что вы будете рядом в номере. Почему? Когда человек ждет поддержки, он всегда наделает кучу ошибок. Понятно? Пожалуй. После кофе Заремба пошел к Шевчуку в типографию предупредить о нашествии. Нелидова, Глан и Берг пошли в знаменитые серные бани. Берга радовала, что в банях этих бывал еще Пушкин. Батурин сослался на головную боль и остался. Через полчаса он вышел с капитаном, взял извозчика и поехал к Ною. Капитан был прав. Соседний с пересоновским номер был свободен. В номере капитана и Батурин оставались недолго. Они тщательно осмотрели его. В комнату Пирисона вела дверь, она не была заколочена, около двери стоял комод. В случае чего комод можно отодвинуть, прикинул капитан. Я буду сидеть в садике напротив. Когда понадоблюсь, зажгите в своей комнате свет. на обратном пути зашли в Духанчик, где должен был сидеть Берг, и выпили белого вина. Батурин наклонился к рваной клеенке, пристально ее рассматривал. Капитан тихо сказал, бросьте волноваться, все обойдется. Я не о том. Вы дадите мне револьвер? Зачем? Пирисон человек опасный, мало ли что может случиться. Стрелять все равно нельзя. Мне револьвер нужен, трудно запинаясь, сказал Батурин, для самообороны. Вы подумали, что может быть он из шпионской шайки. Капитан постучал пальцами по столу, зорко взглянул на Батурина. Вы точно знаете? Я предполагаю. Завтра узнаем. Если это так, то, конечно, разговор будет особый. Ладно, я дам револьвер. После истории с стырьяном я предполагаю то же, что и вы. Какой истории? Капитан рассказал о выстреле, показал заштопанную кепку. Батурин слушал безразлично. Напрасно вы уверены, что все обойдется. Может, обойдется, может быть, завтра он хлопнет кого-нибудь из нас. Я к этому готов. Весь день Батурин пролежал в Сололакском доме. У него всерьез разболелась голова. Он закрывал глаза и старался вызвать представление о громадном озере, сливающемся с небом. Это давало отдых и ослабляло боль. Лежал он на походной кровати, предназначенной для Нелидовой, койка была узкая, теплая. В комнате стоял запах тонких тканей, запах молодой женщины. Батурин протянул руку, поднял с полу оброненную перчатку, сохранявшую еще форму узкой кисти, и закрыл перчаткой глаза. Стало легче. Морщась, он подумал, что они зря втягивают Нелидову в это дело. Как было бы хорошо, если бы дневник нашелся где-нибудь на улице, или его удалось бы украсть у Пирисона без сложнейших и неверных комбинаций, без суеты и подслушивания, без необходимости собирать в комок свою волю и щурить для зоркости глаза. Боль медленно проходила. Он вспомнил керченские ночи, когда решил убить Пирисона. Это бесполезно, подумал он теперь. Таких людей надо уничтожать организованным порядком, а не поодиночке. Разговор с Нелидовой был поручен Батурину. Батурин предложил вместо себя Берга, но капитан был неумолим. Вы не винтите, в этом деле нужна тонкость. Кому ж как не вам? Как ей сказать? До сих пор Батурин не знал толком, как она относится к Пирисону. Женщина может прогнать и любить. Слезы ее в керчи, детский ее ответ, что она плачет просто так, были загадочны. Он вспомнил слова Нелидовой «Он убьет вас, прежде чем вы успеете пошевелиться», и подумал, что револьвер берет не зря. В соседней комнате ужинали. Пришел Шевчук. Русые усы его были мокрые от вина. Он зашел для храбрости в Духан и был поэтому излишне предупредителен. Зарембо рассказал капитану о курдянке. Капитан кусал папиросу и слушал молча. Краска залила его шею, поползла к ушам. «Береги девочку», сказал он с угрозой. «Из нее можно сделать такую женщину». Капитан спохватился. «Калантай сделать курдянскую». «Понял, курья твоя башка? Только полировка нужна. Смотри, не свихнись». Зарембо почесал за ухом. Слова капитана его взволновали и обидели. «Свихиваться мне не с руки. Пусть подучится в Батумь, потом отправлю в Москву, в университет трудящихся Востока, а дальше дорога открытая. Верно, товарищ Кравченко? Ну, пес с тобой. В Москве мы тебе поможем». Нелидова примолкла. Из подопущенных ресниц она осторожно разглядывала капитана. «Этот шутить не любит. Крутой, определенный, как жирная черта, проведенная по линейке. Две точки и прямая. Две точки рождения и смерть, прямая жизнь». Но капитан улыбнулся и сразу показалось, что за столом сидит мальчишка, дожидающийся, чтобы кто-нибудь сказал глупость, после чего можно прыснуть со смеху. «Кепка, сдвинутая на ухо, говорила о смелости отпетой голове. В капитанском возрасте это было странно. Поражало Нелидову и любопытство капитана. Казалось, нет в мире вещей, которые он считал бы незаслуживающими внимания. Вот и теперь он был в восторге от Тифлиса, от здешнего богатства. К этому богатству он причислял все, и фрукты, и ковры, и кукурузу, и руды, и горные реки, и даже Сионский собор, и могилу Грибоедова. Его занимала мысль об устройстве в Москве большой закавказской выставки. От этой выставки, по его мнению, глаза у всех полезут на лоб, и в истории Союза будет открыта новая страница. Берг ходил по комнате в светлом возбуждении. Тифлис он называл пушкинским городом. Судьба Пушкина была, по его словам, особенно приметна здесь, в Тифлисе. Он мечтал, что завтра же достанет путешествие в Эрзрум и будет медленно фраза за фразой его перечитывать. Глан был спокоен. Перемена мест еще усиливала общий пестрый тон его жизни, но не казалось событием. На следующий день утром Батурин пошел с Нелидовой в ботанический сад. «Надо поговорить», сказал он ей коротко. Нелидова посмотрела на него с укором. До сада шли молча, лицо ее опять стало холодным и бледным, как в Керчь. В саду остановились на висячем мосту, над водопадом, на турецком кладбище рыдали женщины, из-за гор ползли тугие облака. «Ну, говорите», промолвила Нелидова, комкая в руке перчатку. «Что, время уже пришло?» «Да, Перисон в Тифлисе. Я думаю, что ему не вырваться. Нам нужно добыть дневник. Если бы он взял его из Москвы случайно, это была бы пустяковая задача, но он взял его сознательно, он украл его, это осложняет дело». «Без борьбы он его не отдаст». Нелидова уронила перчатку, серный ручей затянул ее под камни. Батурин посмотрел вниз и спросил, «Вы согласитесь пойти к нему и отобрать дневник?» Она отрицательно покачала головой. Батурин сказал тихо, «Требовать мы не можем. Раз вы не согласны, будем действовать сами. Это гораздо рискованнее. кто-нибудь да поплатится головой, почему? Вы знаете, кто Пирисон?» Нелидова натянуто улыбнулась. «Спекулянт, это его профессия, мало, кроме того, еще и шпион». Они встретились глазами, взгляд ее был темен и полон вызова. «Я не пойду к нему», сказала она глухо и твердо. «Я любила этого человека. Он первый видел мои слезы, мой стыд. Я хочу одного поскорее отсюда уехать. Я думала, что у меня хватит сил. Согласилась ехать с вами. Теперь мне противно. Поймите, вы, пятеро смелых, находчивых, сильных мужчин, подсылаете женщину, бывшую жену. Вы хотите сыграть на том, что, может быть, он еще любит меня и отдаст дневник, из-за которого вы подняли столько шуму. Я не ждала этого. Вы называете его шпионом. Где доказательства? Вы понимаете, что говорить? Вы рыщите по всей стране. У вас развился прекрасный нюх. Вы ловко его выследили и хотите поймать в западню на лакомую приманку на меня. Ради чего это делается, я не могу понять. Вы входите с черного хода там, где есть пути прямые и верные. Например, пойдите к нему, скажите, кто вы, и потребуйте дневник. Кажется, просто. Батурин улыбнулся. Зря улыбаетесь. Это совсем не глупо. Вы вбили себе в голову, что охотитесь за опасным преступником, шпионом. Может быть, вы даже носите револьвер в кармане. Конечно, это очень романтично. У пионеров от этих историй разгорелись бы глаза. Но вы-то вы ведь не пионер. Пирисон опасный преступник. Она засмеялась. Пирисон ничтожество из ничтожеств. Разве такие бывают шпионы? Вы наивные мальчики вместе со своим капитаном. Вы забываете, что я человек, а не манок для птицы. Нелидова замолчала. Это все? Все. Хорошо, мы действуем глупо, мы фантазеры и мальчишки. Но почему же вы согласились искать его вместе с нами? Вы этого не знаете? Нелидова метнулась к Батурину, подошла почти вплотную. Нет. Тогда мне вам нечего и говорить. Она отвернулась и пошла вглубь сада. Батурин поколебался и пошел за ней. В густой аллее она села на скамейку и, не глядя на него, сказала резко, ну, договаривайте, давайте кончать. Давайте. Конечно, нельзя бы втягивать вас в это дело. Это план капитана. Капитан спросил меня, согласитесь ли вы сегодня вечером пойти к Пирсону, взять дневник и передать его нам? Я ответил, да, безусловно согласиться. Во всем виноват только я, ни капитан, ни Берг, ни Глан. Никто не давал за вас никаких обещаний. Я неправильно понял вас в Керчи. Я вообще не понимаю половинчатого отношения к людям. Если я считаю человека заслуживающим уничтожения, то не буду охранять его от опасностей. Это азбука. Я приписал свои свойства вам. Конечно, это глупо, но я плохо соображаю последнее время. Вы должны меня понять. Помимо дневника у меня есть свои счеты с Пирисоном. Я сведу их сегодня же. Батурин замолчал. Ну, дальше. Дальше ничего. Вы опять говорите об убийстве. Батурин пожал плечами. Я считаю, что наш разговор бесцелен. Ну, идите, сказала Нелидова вяло, не подымая глаз. Вы неистовый человек. Вы неистово ненавидите и неистово любите. Его смерть ваша смерть. Мне все равно. Делайте, как знаете. Пусть не ждут меня там, в Сололаках. Вечером я приду за вещами. Батурин медленно вышел из сада. Снова, как в Москве, в голову лезли дурацкие мысли. «Жарок день тифлицкий, жарок день тифлицкий», повторял он, спускаясь по каменным лестницам в город. День бледный и серый, с гор нагнало густые облака, был неуютен и вызывал апатию. Дома Батурин сказал капитану, «Я ошибся, она отказалась, я беру все на себя, сигнал только будет другой, если вы понадобитесь, я погашу свет не у себя, а в комнате «А что с ней?» «Не выдержала, уезжает». Он ждал сердитых вопросов и руганий, но капитан был спокоен, куда ей? Совсем девчонка, конечно, страшно. Берга история с Пирисоном, видимо, мало интересовала. Глан погрыз ногти и пробормотал, да, жаль, жаль, ну что ж, в конце концов, это не наше дело. К вечеру Батурин пришел в гостиницу. В номере стояла духота, сдобренная запахом застоявшегося табачного дыма. Батурин открыл окно и выглянул. В садике уже сидели покуривая капитан и Зарембо. Батурин осторожно отодвинул комод, прислушался, Перисона еще не было. Он лег на кровать, закурил. В садах рыдали певцы о шуге. Над курой загорались звезды. Их пламя был как бы новым, ослепительным. Кура несла обрывки Батурин лежал и думал, что вот через час-два случится неизбежное. Отступать теперь поздно. Слава Богу, конец, прошептал он. Жизнь в Пушкине, Миссури, желтое солнце на снегу казались замысловатым детством. Если бы он убил меня, подумал Батурин. Душно, противно дуло из окон. Валя умерла, прошлые дни шумели штормом, давили тоской по всему, что, конечно, никогда не вернется. Сегодняшний разговор с Нелидовой показал Батурину, как плохо он вдумывался в жизнь, как мертвы его мысли, как плоско он отвечал ей, совсем не то, что нужно. Он понял, что, как и все, он боится говорить о главном. Невысказанность мучила его. В ней, в этой невысказанности, в трусливости перед самим собой, главное несчастье его жизни. Пустой болтун, сказал он громко и покраснел. Ну, все равно, сегодня все решится. От волнения, от множества тугих и запутанных мыслей он задремал. Проснулся он внезапно, как от яркого света, и похолодел. За окном густо синела ночь. Он поднес к глазам часы, было половина одиннадцатого. Он проспал больше двух часов. За дверью были слышны голоса. Батурин сел на кровати и прислушался. Судорога дергало его лицо. Сердце стучало гулко на всю гостиницу. Казалось, бой его несся по пустым коридорам. За стеной была Нелидова и он. Пересона Батурин в мыслях теперь называл он. Батурин осторожно встал с кровати, подошел к двери, нащупал в кармане револьвер. Сталь была теплая. Он прислушался. Редкая случайность, говорил мужской голос с легким смешком. Голос был ровный, без интонаций. Так говорят люди, глубоко уверенные в себе. Я очень рад, что это случайность. Нелидова отвечала тихо. Батурин придвинулся к самой двери. Говорила она, запинаясь, казалось, что она ждет, прислушивается. Об этом нечего говорить. Совершенно неожиданно я узнала, что вы здесь, в Тифлисе. Я не искала вас. Я знаю вас слишком хорошо, чтобы делать такие глупости. Я еще не сошла с ума. Вот как? Но зачем же вы все-таки пришли сюда? От кого вы узнали, что я живу здесь? Нелидова молчала. Послышались шаги. Потом в двери щелкнул замок. Говорите, не бойтесь. меня интересует больше всего. Голос Нелидовой прозвучал глухо и страстно. Это неважно. Я нашла вас. Я пришла задать вам несколько вопросов. Пожалуйста. Мужчина остановился и насвистывал. Очевидно, он засунул руки в карманы брюк и насмешливо глядел на Нелидову. Вы жили в Ростове с проституткой? Ее имя Валя. Свист за дверью стал громче. Ну и что же? Что с ней? Она умерла. В комнате что-то упало. Сядьте, сказал приглушенно мужской голос. Сядьте и слушайте. Вы моя жена. До сих пор мы формально не развелись. Вы, я вижу, знаете многое. Я сопоставляю два факта. Вы знаете о смерти этой уличной девки и о том, что я в Тифлис. Вы разыскали меня здесь. говорите дальше. Что вы еще хотите? Причем тут жена? Сначала спрашивайте. Я отвечу сразу на все вопросы. У у вас тетради моего брата. В комнате было тихо. Где Ливан? Батурин услышал как бы новый мужской голос. Он хрипло сказал достаточно. Тетради вашего брата здесь, в портфеле. Это интереснейший документ. Насколько я помню, вы его не читали. Теперь оказывается, вы им сильно заинтересованы. Ваше любопытство подозрительно. Слушайте. О, спокойно. Да, я жил с проституткой. И ее убил Ливан. Ливан здесь. Надеюсь, что для вас этого довольно. Повторяю, вы все еще моя жена. За каждый мой шаг вы ответите вместе со мной. Я играю ва-банк. Ваше появление говорит, что игра моя может сорваться. Я не знаю, кто вас подослал, но я догадываюсь. Вы пришли как враг. Было бы глупо выпустить вас, не получив никаких гарантий, что вы будете молчать. Какие же вы можете дать мне гарантии? Я жду. Отдайте мне тетради и выпустите меня. Я не сделаю вам зла. Мужчина засмеялся и опять начал насвистывать. Батурин вынул револьвер и перевел кнопку на огонь. Я жду. После минутного молчания Батурин услышал звенящую и ясную фразу «Вы подлец, Пирисон. Вы убили эту девушку». Не кричите. Всегда убивают тех, кто слишком догадлив. Бросьте глупости. Девушка много знала. Пирисон говорил теперь горячо и неосторожно. Боюсь, что вы тоже слишком догадливы. Я солдат. Я каждый день рискую головой. Это чудовищное сплетение обстоятельств. Не больше, что вам удалось узнать так много. Я согласен отдать вам часть тетради. Вам нужна память о вашем брате. Он был храбрый и умный человек. Вот, берите. На стол что-то упало. Уходите сейчас же. Завтра вас не должно быть в Тифлисе. Каждый ваш шаг я прослежу и в случае... Пирисон остановился. Но вы понимаете сами. Я сказал, что Ливан здесь. Даже больше, я ждал вас к себе в ближайшие дни. Дом в Сололаках вот-вот развалится. Здесь вы могли бы устроиться с большим комфортом. Можете передать этому дураку в морской фуражке, что он кончит плохо. За это я ручаюсь, а теперь вон. Пирисон видимо волновался. Темная кровь ударила Батурину в голову. На секунду ему показалось, что он ослеп. Так вот что, Нелидова говорила громко. Ну ладно же. Батурин услышал легкий крик возню. Пирисон быстро прошептал «Тише ты, дрянь!» Упал стул. Батурин услышал тяжелый стон и сильно ударил плечом в дверь. Она распахнулась легко и бесшумно. Полутьма комнаты ослепила его. Пирисон стоял спиной к нему, навалившись на стол и зажимая Нелидовый рот. С пальцев его текла кровь. Нелидова полулежала на столе, упираясь в его грудь руками, глаза ее были закрыты. Первое, что ясно заметил Батурин, шнур от настольной лампы. Он наклонился и рванул его. Лампа с грохотом упала и погасла. «Кто там?» крикнул Пирисон, и голос его сорвался. «Стоп!» Батурин до боли сжал в руке повернулся и медленно отступал к окну. Круглые и взбешенные глаза его перебегали с раскрытой двери на Батурина. Из комнаты Батурина падал желтый свет. Батурин поднял револьвер. Первый раз в жизни он так близко целился в человека. Не спуская с Пирисона глаз, он осторожно шел к столу. На столе лежал желтый тугой портфель. Нелидова сидела на столе, глаза ее были широко открыты, она что-то беззвучно шептала, глядя на Батурина, губы ее были в крови. В зеркало Батурин заметил, что Пирисон тянет руку к заднему карману брюк. Ну, где же Ливан? Батурин не узнал своего голоса. Вернул он вам вашу простыню? Пирисон молчал, было слышно его хриплое и прерывистое дыхание. Батурин потянул к себе портфель и в ту же минуту в дверь громко и требовательно застучали. Пирисон присел, Батурин выстрелил, в руке Пирисона он заметил крошечный черный револьвер, похожий издали на дамский портсигар. Стой, не уйдешь, подумал Батурин. Кто-то сильно толкнул его в плечо, глухо хлопнул дамский браунинг, в четырехугольнике открытый в соседний номер двери метнулась квадратная спина Пирисона. Батурин увидел вдруг исполинские звезды. Ему показалось, что на плече у него переломили толстую бамбуковую палку. Он споткнулся и упал вниз лицом. Последнее, что он помнил, сильный ветер и женский крик. Потом его долго и мутно качало, и лампочки, множество лампочек, слепило глаза. Все кончилось, прошептал он и вздохнул. Нет, ничего не кончилось, не сердитесь. Очнулся он через сутки в больнице на Цхнетской улице. В белой палате стоял синеватый вечерний свет, еще не зажигали ламп. Батурин хотел повернуться к стене, слезы подступили к горлу, левое плечо хрустнуло и горячо заныло. Он искоса взглянул на него, оно было забинтовано, и рука накрепко прибинтована к туловищу полотняными бинтами, пахла йодом, больничной чистотой. Тишина была прекрасна. Батурин прислушался и не услышал ничего, ни мягкого шарканья туфель, ни хлопанья дверей, ни отдаленных голосов. Казалось, что он покинут в этой белизне и пустынности, что капитан Берг и Глан ушли в небытие, их нет. Нет беспорядочной жизни, не надо думать о чужих и загромождающих душу вещах. Правой рукой он осторожно провел полбу, испарина выступил на нем. Невесомая пустая усталость лежала в теле, хотелось горячего крепкого вина. Лежать бы месяц, два, подумал Батурин, лежать, засыпать, просыпаться и думать о Вале, о старинном портовом городе, откуда уехала Нелидова, может быть, так и умереть в этом белом молчании. Никого не хочу, прошептал Батурин, не хочу никого, даже ее, Нелидову. Девочка запуталась в жизни, она любит этого негодяя, ну и пусть, пусть он душит ее, бьет, пусть она дрожит перед ним, как собачонка. Он мстил за Валю, за мучительные мысли о счастье, о чистоте человеческих помыслов. Новую свою веру в человека, в вечную его молодость, он как бы закрепил своей кровью. Он догадывался, что Пирисон ускользнул, но думал, что дни его можно пересчитать по пальцам. Жаль, что ушел, подумал он о Пирисоне. Как это я промахнулся? Он вспомнил о Ливане, забеспокоился, дотянулся до кнопки на столике и позвонил. Звонка не было слышно, он потонул в глубине вечернего безмолвия. Пришла молоденькая грузинка-сестра и сказала ласково, а, вы очнулись, хотите горячего? Да, Батурин задыхался от слабости, да, мне нужно срочно видеть капитана Кравченко. Запишите адрес и вызовите его ко мне. До конца приемного времени оставалось больше часа. Батурин тревожился, смотрел на дверь. Ему казалось, что сестра забыла послать за капитаном. Вместо капитана пришел Берг. Он боялся громко говорить, поглядывал на Батурина и мял в руках кепку. Ну, слава Богу, сказал он шепотом. Наконец вы очнулись. У вас простреляно плечо, рана несерьезная. Обморок у вас был из-за нервного потрясения. Лежите, не двигайтесь. Я сам расскажу вам все по порядку. Погодите. Батурин поднял голову и поглядел вглубь блестящего линолеумом коридора. Погодите. Сейчас очень опасно. С ним в Тифлисе его слуга, китаец. Ну, тот самый, о котором я говорил на пароходе. Помните, конечно? Они из одной шайки. Ливан убил Валю за то, что она слишком много знала. Понимаете, Берг? Она слишком много знала. Берг положил холодную руку на его локоть и попросил потом, расскажете. Лежите тихо. Нет, постойте, Ливан здесь. Он страшнее Пирисона. Вы не знаете сами, под какой опасностью ходите. Бросьте дом в Сололаках, уезжайте, скажите капитану, нужна крайняя осторожность, особенно на улицах. Успокойтесь, Батурин. Сегодня ночью арестовали и Пирисона, и этого самого китайца. Их захватили в Мцхете. Все в порядке. Батурин закрыл глаза, лоб его покрылся испариной. Как? Очень просто. Капитан сообщил властям, они уже сидят и, конечно, не вырвутся. Разговор с ними будет короткий. Вчера было паршиво, мы ждали с 7 до 11 часов, пока потух свет. Первыми бросились в гостиницу капитаны Зарембы. В коридоре они столкнулись с Пирисоном. Он выскочил из соседнего вашего номера. Он был без пиджака с дамским браунингом в руке. Капитан понял, что случилось неладное. Он дал ему подножку, совершенно детский прием, выбил револьвер, но Пирисону удалось бежать. Он вскочил в трамвай на ходу, трамвай шел в Муштаиду. Я пришел в номер, когда там видел это вас. Вы лежали ничком в крови. У вас с трудом разжимали руку и вынули револьвер. Нелидова была там. Это было так неожиданно, что капитан до сих пор ходит как чумной. Как? Почему она там оказалась? Она сейчас в салолаках, но ее страшно расспрашивать. Она всю ночь проплакала. Мы не спали, ходили кругом ее. А чем помочь не знаем. Даже капитан с ней нежен. Вы представляете капитанскую нежность? Нужны железные нервы, чтобы выдержать его заботу. Она сказала капитану только одно. Я пришла к Пирисону, чтобы помочь вам. Довольно вам этого? Капитан ответил еще бы и спасовал. Кажется, это первая женщина, с которой он считается всерьез. Дневник у нас. Я кое-что прочел. Есть поразительные вещи. Насчет моторов, конечно, я ни черта не понял. Дело сделано. Вы поправитесь, и тогда мы двинем в Москву. Вот только за нее страшноват. Уж очень она ходит чудная. Берг помолчал. Да, вот, Нелидова просила узнать. Ничего, если она придет сюда завтра вечером. Батурин молчал. От слабости у него кружилась голова. Берг добавил, глядя в пол. Когда Пилисон выхватил револьвер, она толкнула вас в плечо. Иначе кончилось бы хуже. Он целил вам в голову. Вы должны повидаться с ней. Берг. Голос Батурина звучал глухо и печально. Берг, я не скажу ей, что ненавижу ее. И вы теперь не сказали бы этого Вале, если бы можно было вернуть прошлое, правда? Берг наклонил голову. Мы друзья, сказал он тихо. Жизнь переплела мою судьбу с вашей. Я думаю, что мне осталось жить совсем недолго. Сердце свистит, как дрянной паровоз. Сейчас не будем говорить об этом, но потом, когда вы поправитесь, вы расскажете мне все о Вале. Она не могла простить меня. Такие вещи не прощают. Она любила вас. Скрыть этого вы не можете. Ну что ж, одним дано, чтобы их много любили, другим. Но не в этом дело. Жизнь раздвигается. Никогда я так не тянулся к жизни, как вот теперь. Мне нужно все, понимаете, все. Из этой жизни я создам хорошую повесть, и в этом будете виноваты вы. Берг слегка потрепал руку Батурина. Ну, что же ей сказать? Можете сказать, все, что придет вам в голову. Она должна прийти, поняли? И капитан, и Глан, и Заремба, все. Берг ушел насвистовая. Сестра сделала ему замечание, в больнице не свистят. Берг покраснел и извинился. На Головинском он купил жареных каштанов, по улицам бродил ветер и перебирал сухими пальцами дрожащие яркие огни. Ночь, стиснутая горами, казалась гуще и непроглядней, чем была на самом деле. Батурин смотрел за окно, считая звезды, насчитал тридцать и бросил. Мысли его разбегались. Тонкий свет ложился квадратом на пол у самой кровати. В коридоре горела слабая матовая лампочка. Батурин дремал, множество снов, сменялось ежеминутно тело, тупо ныло, хотелось повернуться на бок, но мешала забинтованная рука. Утром ему делали перевязку. Он стиснул зубы, побледнел, но промолчал. Утро пришло пасмурное. Сестра сказала, что на улице холодно. Около кровати потрескивало отопление. Батурин уснул. Его будили два раза, давали чай и мерили температуру. Батурин покорно позволял делать с собой все. Сестра даже пригладила его волосы. Он только устал и улыбнулся. Врач, перевязывая его, удивлялся его сложению, говорил ассистенту, смотрите, какое хорошее тело. Батурин краснел. Ему казалось, что тело его налито жаром и болезнью, каждый нерв дрожал и отзывался на прикосновение прохладных рук врача. В сумерке он задремал и не заметил, как вошла Нелидова. Он дышал неслышно. Нелидова наклонилась к его лицу, ей показалось, что он не дышит совсем, у нее замерло сердце. Потом она ощутила на своей щеке горячее его дыхание, села на белый маленький табурет и долго смотрела за окно. Ветер качал деревья, сумерки казались уютными от освещенных окон. Батурин открыл глаза, туманные от множества снов, увидел Нелидову и спросил тихо, что ж вы не разбудили меня? Нелидова резко повернулась, тревожные ее глаза остановились на его лице, она молчала, потом с сползла тяжелая слеза. Не надо плакать, Батурин говорил очень тихо, задыхаясь, я причинил вам много горя, если бы я мог, я давал бы таким людям, как вы, только радость, много радости, столько радости, что ее хватило бы на весь мир. Нет, нет, Нелидова схватила его здоровую руку, щеки ее залил румянец, вы должны простить меня за Керчь, за разговор в ботаническом саду, я знаю все, что было в пятом номере, он улыбнулся. Казалось, эта улыбка решила все, годы тревоги, тоски, одиночества были позади, она улыбнулась в ответ, зачем вы пришли к Перрисону? Нелидова помолчала, потом нервно рассмеялась, за тем, чтобы оберечь вас от смерти. Батурин закрыл глаза, голова опять сильно кружилась, вот вы спрашивали, почему я уехала на юг, бежала, бежала от кинорежиссеров, от сотрудников киножурналов, от операторов, от всех этих кинолюдей. Они носят толстые чулки, черепаховые очки, работают под американцев, в большинстве они наглые и самомнительные. В провинции люди проще и человечнее. В провинции можно читать и гораздо острее чувствуешь, даже заботы приятны, принести из колодца воды, пойти на рынок ранним утром, когда море слепит глаза. Я хотела отдыха, не санаторного, а действительного отдыха, тишины, книг, любимой работы, неторопливости. Надо было разобраться в прошлом, и в Керчи я вас встретила враждебно, потому что вы принесли это прошлое. Воздоровление свое Батурин ощущал как безмолвие, как осторожные шаги друзей капитана, Берга, Зарембы, Глана, приносившего в кармане плоскую флягу с коньяком. Нелидова никогда не приходила одна, всегда с Бергом или Гланом. Движения ее были порывисты, она боялась молчания. Вся жизнь теперь сосредоточивалась вокруг больницы. Берг приходил и читал отрывки из своего нового романа, капитан успокоенный и иронический снова обрел свой стержень и вращался вокруг него как огненное колецо, разбрызгивая острые словечки и смехотворные истории. Глан бродил среди всех как добрый дух Сололакского дома. Батурин выписался через две недели. За ним приехали Нелидова и Берг. Похудевший он вышел на крыльцо, опираясь на плечо Нелидовой. Осень проносилась в прозрачном небе. Крепкий ее воздух обжигал губы. Обопритесь на меня крепче, сказала Нелидова. У вас кружится голова. Она заглянула Батурину в глаза и он подумал, как много в этом городе солнца. Родниковый воздух. На станции Казбек испортился руль. Седой шофер натянул синюю замасленную куртку и полез под машину. Серый и низкий фиат был еще тепел от стремительного бега над пропастями. Шиферная пыль покрывала его лакированные крылья. Внизу переливался через камни мутно-зеленый терек. Казбек был в тумане. Стояла осень. На днях должны были закрыть военно-грузинскую дорогу. В долинах Арагвы глаз отдыхал на багряных виноградниках. Перевалы напоминали о море. В синий зимний день также чист был воздух и снега ослепляли зернистой белизной. В это время года дорога пустынна. Встречались только скрипучие орбы, нагруженные камнями, и молчаливые всадники в потертых бурках. Они косились на машину и сдерживали под жарах коней. Машина гулко неслась, стреляя щебнем в парапеты, и незатихающее ее движение создавало впечатление неподвижности. Седой и стареющий к зиме Кавказ вращался вокруг громадами хребтов, багрянцем долин, тишиной и невесомым небом. Север приближался с каждым километром. Впереди были степи, оттуда задувал временами ледяной ветер, и шофер натянул после перевала меховую рыжую куртку. Нелидова зябла, от холода лицо ее побледнело. В Пастанауре к машине подошел грузин-пастушонок, крошечный и печальный. Ему было не больше семи лет. Он держал за ремень и тянул по земле старинное кремневое ружье. Козы блеяли на скалах, от земли шел запах высохшей травы. Нелидова вышла из машины, от глубокого безмолвия, от тесноты гор и ясного ощущения осени у нее сжалось сердце. Она подняла пастушонка на руки и поцеловала в тугую смуглую щеку. Пастушонок вырвался, подобрал ружье, отошел в сторону и долго смотрел на машину иностранных людей, пивших на террасе Духана вино и горячий чай. Люди эти были веселы и старались заманить его поближе, особенно один высокий с золотой бляхой на кепке. Он протягивал пастушонку шоколад в серебряной бумаге и говорил хриплым и страшным голосом «Ну иди, иди, чего ж ты боишься?» Пастушонок не выдержал, подошел, схватил шоколад и побежал к своим козам. Ружье скакало и гремело по камням. В Казбеке задержались, починка была сложная и шофер чинил не спеша. Близился вечер, а ночью ехать было все равно нельзя. Пришлось заночевать в пустой и холодной гостинице, двери в ней не закрывались. Хозяин лодырь и, видимо, неудачник пил вино соропщиками и не обращал внимания на посетителей. Пусть устраиваются где хотят, все комнаты свободны, пожалуйста, выбирай, что нравится. Глан походил по гостинице, поднялся по скрипучей лесенке наверх и выбрал самую холодную комнату окнами на Терек и Казбек. Густел вечер, горы стали мрачными, казалось, из ущелья нет выхода, и всю жизнь будет этот сизый сумрак, пустынность, холодное небо, где плыли красные предветренные облака. Когда все легли на Кашме, укрывшись плащами и бурками, Батурин достал дневник Нелидова, сел к столу, открыл наугад и начал читать. На большой высоте хорошо бы остановить мотор, добиться, чтобы аппарат парил над землей и дышать. Люди давно потеряли ощущение дыхания. Ни одно чувство не может сравниться с ним. Во время полета из Тифлиса в Москву я сел в горах, началась стечь в бензиновом баке. Я чуть не свернул себе шею, вдали были горные пастбища, у самых колес аппарата шумела по камням вода, я опустил в нее руку, рука заледенела. Было раннее утро, незнакомая страна дымилась в долинах, над ее дымом стоял этот воздух, пахнущий снегом и молодостью. Я дышал медленно, с наслаждением, и мне казалось, что я глотаю синий лед. Голова свежела с каждой минутой, я разделся, облился водой, закурил и лег у колес аппарата, укрывшись пледом. Я спал очень долго и, проснувшись, понял, что лучшее, что есть в мире родниковый воздух и горная тишина. Батурин перевернул несколько страниц. Косматый осенний рассвет над Парижем, внизу только мутный блеск аспидных кровель, в дожде запах вянущих и пышных парков, всех этих Версалий, Сен-Клу, Монсо. Дождь мелкая и тепло бьет в лицо. Я лечу в бесконечном душе. Справа как будто угадывается дымящаяся туманом Англия. Аэродром скользкий и пустой. Дождь шуршит в баскетах. Люди под зонтиками спешат к аппарату. Я жму мокрой рукой их теплые земные руки, в них еще сохранилось тепло постели и комнат, наполненных кофейным паром. Сонный, зябкий, я еду на машине в полпредства. Рядом со мной сидит сотрудница его, московская девушка, платье не закрывает ее круглые маленькие колени. Она смотрит на меня смущенно из-под мокрых ресниц и не знает о чем говорить. Париж блестит, тонет в черном асфальте, в рассе этого чудесного дождя, и я дремлю, сползаю на кожаные подушки сиденья, вижу, как вверху проносятся голые ветки платанов и окна мансард, освещенные изнутри. Раннее утро похоже на сумерки. Девушка трогает меня за рукав и говорит, потерпите еще немного, милый, уже скоро. Так говорят сестры или любимые женщины. Я с изумлением смотрю на нее. Я ничего не понимаю, мне кажется, что только сон разрешит эти странности жизни, без которых жить все же немыслимо. Так я провел в Париже два дня в легком волнении. Впервые мне не хотелось летать. Я почувствовал привязанность к земле, к мокрым дорожкам в садах, к вкусу жареных каштанов, к круглым девичьим коленям и к веселым глазам парижских шоферов. В этих днях было смешение диккенсовского уюта с новейшими моторами Ситроэна. Мне нестерпимо хотелось поехать в Британь, в эту страну, похожую на детские переводные картинки. Там клейко и старо пахнет зеленью и морем. В такие дни жизнь казалась мне сделанной игрушечным мастером. От нее шел запах свежих опилок, краски и снега. Батурин закрыл тетрадь, задул свечу и подошел к окну. Над горами полыхали звезды, монотонно гудел терек, дослышался пьяный храп неудачника хозяина. Батурин осторожно лег рядом с Бергом. От холода у него ныло плечо, он не мог заснуть. Берг к утру проснулся, поглядел за окно. Сизый, как бы налитый мутной водой, рассвет неуютно вползал в комнату. Берг согрелся, ему хотелось, чтобы ночь тянулась бесконечно. Он тихо спросил Батурина, скажите мне правду, она простила меня? Да. Как вы думаете, спросил еще тише Берг, лет через сто люди найдут способ вылечивать раны, которые теперь считаются смертельными? Конечно. Мы рано с вами родились, Батурин. Капитан повернулся на другой бок и проворчал, бросьте разводить философию, вот невозможные типы. Берг затих. Утром машина вынесла их из ущелья. Горы остались позади дымной стеной. Они прямо подымались из серой по осени степи. Над равниной висело реденькое русское небо, дул теплый ветерок, пахло дымом соломы. На западе глыбы ломаного льда синел Эльбрус. Кавказ отодвигался в туманы, в нескончаемые дали. Эх, Россия, Россия. Пароход из Москвы опаздывал. Паромщики разожгли на мокром берегу костер, в осеннем дне зашумел огонь. Надокой потянул легким дымком. Приокские луга стояли в росе дождя, съеденные ненастьем, бурые листья падали со старой ветлы у пристани. Глан предложил пойти дожидаться в чайную. Нелидова и Батурин согласились, они пошли через рыжие пески в верхний белоомут. С черных веток ветер стряхивал отстоявшиеся капли. За чистыми окошками краснела герань. Казалось, воздух был пропитан назойливым сладким запахом ее листьев. В трех верстах от белоомута в сельце и в няге жила нянька Нелидовой бабка Анисья. Муж ее, огородник, все время пропадал по ярмаркам. Новый дом со светлой горницей весь год стоял пустой, старуха жила на черной половине. Теперь в горнице поселились Нелидова, Батурин и Глан. Глан бывал в горнице только днем, ночевал он на сеновале. Батурин спал в клетушке около горницы, из окна была видна Ака, а по ночам редкие береговые огни. Приехали они сюда на неделю, но жили уже две, ждали Берга. В чайной на втором этаже на закоптелых стенах были наклеены портреты вождей Ленина, Калинина. За узкими окнами стучали о стенах худые березы. Накрапывал дождь. Среди площади чернели дощатые ларьки, место густо у навоженных и сытых базаров. «Эх, Россия, Россия!» промолвил Глан и задумался, глядя, как по верхушкам берез дует мокрый ветер. Поздняя осень здесь, в Рязанской губернии, была холодна. Бодрили рассветы, съедавшие листву крепкой росой. Глан любил ходить за покупками из ивнягов в Белоомут через березовый лес. Идти и слушать, как шелестит дождь, насвистывать, смотреть на туман надокой. Вода в оке была железного цвета. Отогревшись в чайной, среди пара и белых фарфоровых чайников, Глан возвращался всегда в сумерки. Дни стояли короткие, похожие на серые и медленные проблески. Волчья тишина зарегала в полях. С востока ползла густая и дикая ночь, ночь смутного времени, веков Ивана Грозного, косматая, ветреная, сдувавшая набок рыжие бороды паромщиков. На пароме пахло прелой лошадиной шерстью и рыбой. Фонарь на шесте был беспомощен. При взгляде на него казалось, что никакой Москвы нет. Нет ни электричества, ни железных дорог, ни книг, ни театров, а есть только этот хриплый собачий лайт, храп лошаденок, осклизлые телеги, хлюпанье воды в сапогах, да вот эти прибитые к земле, придавленные ночью, ивняги, белоомуты, ловцы и борки. Жестяные лампочки за потными окнами вызывали мысль о тепле, заброшенности и желание спать, спать до рассвета, когда моргающий денек прогонит ночную непролазную тоску. Чудно, чудно, пробормотал глан и закурил. Батурин спросил, вам здесь не нравится? В том-то и дело, что нравится. Неожиданно все очень. Вчера на оке встретил шлюпку, идет под парусами к Москве. На шлюпке матросы-каспийцы. Шлюпка пристала у парома, матросы вышли, все молодежь комсомольцы. Оказывается, это переход из Баку в Москву. Я с ними чай пил, познакомился. Один из них рулевой Мартынов, он плавал на Воровском из Архангельска во Владивосток, видел Сунья Цена, много о нем рассказывал. Вспомнили с ним Шанхай? Чудно. Пастушонок Федька влез в наш разговор. У меня говорит, дядька был командующим Красной Армией на Дальнем Востоке. Во! Рабочий, говорит, с Коломенского завода. Видал? Вот Вентом говорит мести, он прошлый год рыбу удил, приезжал на побывку. А старик Семен мне все уши прожужжал про Малявина. Вот, который, говорит, обижаются на мужичков, дикий, мол, народ, бессознательный, матершинники, неверно, брехня. Ты слушай, тут вот недалече усадьба художника нашего Малявина. Что с ей было, как дали свободу все усадьбы полили, а в его усадьбе даже наоборот мужички охранения поставили. Я сам в нем стоял, для охраны картин, чтоб ни-ни, мы тоже не лыком сметаны, кое-чего и мы понимаем, ты не гляди, что я серый, серость-то моя не больно простая. На днях встретил огородника Гришина, болтали о Сем, о том, больше насчет ярмарок, где лучше, в Егорьевске, в Коломне или Зарайске. А потом оказалось, что у этого огородника племянница скульпторша Голубкина, ученица Родена. Вот и разберись, матерщина. Женщины, прекраснее которых я не встречал, болота, и среди болот в длинной церкве икона, может быть, Рублева, не знаю, таких красок и мастерства нет и на Западе, черт знает что. Поромщик Сидор молчал, молчал, а вчера проговорился. Он в 1905 году был комиссаром Голутвинской республики. Гершуни знал, историю его расскажет лучше, чем мы с вами. Идет вот такой мужичонка, порты подтягивает, смотришь на него и дрожишь, может быть, в душе то он толстой или горький. Прекрасная страна, а сила в ней рыжая, тугая, налита она ей, как вот зимние яблоки, румянец в щеки так и прет. Саки глухо затрубил пароход, пошли не спеша на пристань. Пароход трубил за разрушенными шлюзами верстах в пяти. У пристани сбились телеги, лошаденки, засунув морды по уши в полотняные торбы жевали овес. Подводчики похаживали около, вздыхали, ругались о каких-то кровяных сазанах, вода на реке морщилась от дождя. Пароход с непонятным названием Саратовский Рубвод долго и бестолково шлепал колесами, навалился на пристань, пахнул теплом и паром. Берг махал с палубы кепкой, с горбленной, с поднятым воротником, он показался Нелидовой родным и печальным. Как чудесно, сказал Берг возбужденно, здороваясь со всеми, как хорошо на реке, я отдохнул на два года вперед. Вывняги пошли пешком. От голых кустов с красной глинцевитой корой пахло терпко и славно. Над лесом небо прояснилось, бледное солнце пролилось на серые колокольни белого рыхлый песок был напитан влагой. Берг шел и оттискивал глубокие следы. Они наливались водой, такой чистой, что ее хотелось выпить. Встретились подводы, огородники везли в Зарайск яблоки. После подвод остался крепкий запах яблок и махорки. Как хорошо, что вы приехали сюда отдыхать, Берг улыбнулся. Вот где все можно продумать. Теперь слушайте новости. Дневник капитан уже сдал. Инженер потрясен, он даже заболел от этого. Наташа ждет вас. Капитан нашел комнату в Петровском парке и перевез туда Миссури и все свое барахло. На днях он получает пароход, где не знаю, еще неизвестно. Берг помолчал. Вы читаете газет? Редко. Глан заинтересовался, а что? Да Берг замялся. Зачистил дождь, и они пошли быстрее. Нелидова шла легко, перепрыгивая через лужи. Да есть крупная новость. Дело в том, что Пирисон, Нелидова шла, не подымая голову, казалось, она тщательно рассматривает дорогу. Пирисона расстреляли, быстро, сказал Берг. Остановился и закурил. Они стояли на берегу оки у красного перевального столба. Река мыла глинистый берег. Он оказался шпионом, добавил Берг, и посмотрел на Нелидову. В напряженных глазах ее был холод, брезгливая морщинка легла около губ. Глан и Батурин молчали. Расстрелян также и тот, китаец. Берг поднял с земли бурый стебель щавеля и внимательно его рассматривал. Где? спросил Глан. В Тифлисе. Пойдемте, вы промокнете. Нелидова пошла вперед по береговой тропе. В горнице бабка Анисия собрала чай. Нелидова накинула легкий серый плащ, ей было холодно. Она изредка проводила рукой по волосам, потом взглянула на Берга и сказала болезненно улыбаясь, милый, милый Берг, вы боялись, что мне будет трудно узнать об этом. Все это прошлое, такое же скверное, как и у вас. Я совсем не та, что была в Керчи и в Москве. Эти места меня успокоили. Здесь все как нарочно устроено, чтобы оставить человека наедине с собой. Батурин заметил совсем новые ее глаза. Один лишь раз они были такими в Батуми, когда курдянка гадала у Зарембы и куплетист спел песенку о тетрадке в 101 листок. Вечером Берг читал свой новый роман. Движение сюжета произвело на Батурина впечатление медленного вихря. В простом повествовании Батурин улавливал контуры истории прекрасной, как все пережитое ими недавно, и вместе с тем далекой, как голоса во сне. Он понял, что ночь, рязанская осень, дожди, все это хорошо, нужно, что жизнь переливается в новые формы. На следующий день Берг подбил Батурина пойти купаться. Батурин взглянул в окно и поежился, а таки шел пар. Купались они около разрушенного шлюза. В голых кустах пищали и прыгали озябшие крошечные птицы. Небо почернело, того и гляди пойдет снег. Батурин стремительно разделся и прыгнул в воду. У него перехватило дыхание и показалось, что он прыгнул в талый снег. Он поплыл к берегу, вскрикнул и выскочил. Растираясь мохнатым полотенцем, он понюхал свои руки, от них шел запах опавших листьев ноябрьского дня. Он оделся, поднял воротник пальто, кепку он оставил дома, волосы были холодные и по ним было приятно проводить рукой. Берг одевался не спеша. Купание в этот хмурый ледяной день доставляло ему глубокое наслаждение. Он поглядел на Батурина и удовлетворенно ухмыльнулся. Вы помолодели на 10 лет, сказал он, танцуя на одной ноге и безуспешно стараясь попасть другой в штанину. У вас даже появился румянец. Вы ленивы и нелюбопытны. До сих пор не могли раскачаться. Купайтесь каждый день и пишите. Два лучших занятия в мире. Я пишу. Прочтете? Да вот только кончу. Благодарите Пирисона. Если бы не эти поиски, вы бы закисли в своем скептицизме. Очень стало жить широко, молодо. Вот кончу роман, поеду в Одессу, там у меня есть одно дело. Зимой в Одессе норд выдувает из головы все лишнее и оставляет только самое необходимое. Отсюда свежесть. Пойду пешком в Люсдорф мимо заколоченных дач пустыня, ветер, море ревет, красота. Едемте. Есть такие старички-философы, мудрые старички. С ними поговоришь, все просто, все хорошо. Так и одесская зима. Ходишь по пустым улицам и беседуешь с Анатолием Францем. В Одессу я не поеду, ответил Батурин. У меня есть дело почище. Какое? Пойду в люди. Обратно шли по тропе через заросли голых кустов. Ветер нес последние листья. Вышли в луга и увидели Нелидову. Она быстро шла к ним навстречу. Ветер обтягивал ее серый плащ, румяное от холода лицо было очень тонко, темные глаза смеялись. Она взяла Батурина под руку и сказала протяжно, «Разве можно кидаться в ледяную воду? Эти берговские выдумки не доведут до добра». Берг подставил ей щеку «Потрогайте, горячее». Нелидова неожиданно притянула Берга и поцеловала «Берг, какой вы смешной». Берг покраснел. Шли домой долго, пошли кружным путем в обход озера. К щеке Нелидовой около коса срезанных блестящих волос прилип сырой лимонный лист вербы. Желтизна его была припудрена серебряной мельчайшей росой. Около озера Берг остановился закурить и отстал. Маленькие волны плескались о низкий берег. Нелидова крепко сжала руку Батурина, заглянула в лицо, в глазах ее был глубокий нестерпимый блеск и быстро сказала «Теперь-то вы поняли почему я не могу бросить вас? Это началось у меня еще там в Керчи, когда я потеряла браслет». Батурина осторожно снял с ее щеки тонкий лист вербы. «Мне надо было сказать вам это первому. Я, как всегда, опоздал». Берг нарочно шел сзади и хрипло пел «Прочь, тоска, уймись, кручинушка, аль тебя и водкой не зальешь». В воздухе лениво кружился первый сухой снег. Пока они дошли до дому, земля побелела и над снегом загорелся румяный рязанский закат. Горящий спирт Поздней осенью 1925 года норвежский грузовой пароход Верховен сел на камне в горле Белого моря. Команда и капитан, не сообщив по радио об аварии и не приняв никаких мер к спасению парохода, съехали на берег. По международному морскому праву пароход, брошенный в таких условиях команды поступает в собственность той страны, в водах которой он потерпел аварию. Верховен перешел в собственность Советского Союза и капитан Кравченко получил предписание принять его, отремонтировать и вступить в командование. Капитан сиял. Помогли почкуны голландцы, подкинули пароход. Глана капитан брал с собой заведовать пароходной канцелярией. Первым рейсом Верховен должен был идти в Роттердам. Жил капитан в Петровском парке в двух комнатах вместе с Гланом, Батурином и Бергом. Был январь, над Москвой дымили морозы, закаты тонули в их косматом дыму. В дощатые капитанские комнаты, как и в Пушкине, светили по ночам снега. Растолстевшая Миссури спала на столе, и многочисленные часы тикали в тишине, заполняя комнаты торопливым звоном. Уезжая по делам, капитан оставлял комнаты, Миссури, книги и часы, Батурину и Бергу. Звон часов вызывал у Берга и Батурина впечатление, что звенит зима. Снега, короткие дни и синие, какие-то елочные ночи, были полны этого мелодичного звона. Он помогал писать, вызывал стеклянные сны, чистые и тонкие, разбивавшиеся при пробуждении на тысячи осколков, как бьется хрустальный стакан. Год отшумел и созревал в Батурине, Берге и Нелидовой, даже в Капитане, новыми бодрыми мыслями. Батурин застал однажды Капитана за чтением Есенина. Капитан покраснел и пробормотал. Здорово пишет стервец. Вот смотрите, он ткнул пальцем в раскрытую книгу, молочный дым качает ветром села, но ветра нет, есть только легкий звон. Батурин улыбнулся. Дожидаясь назначения, капитан вообще пристрастился к книгам. Он зачитывался Алексеем Толстым и подолгу хохотал, лежа на диване, потом говорил в пространство «Дурак я, дурак». Всю жизнь проворонил, ни черта не читал. Батурин замечал вскользь, ведь это лирика, идите к свиньям. Может быть, я сам лирик, откуда вы знаете? Когда назначение было получено, капитан устроил банкет. Февраль завалил Петровский парк высокими снегами, голубые закаты медленно тлели над ходынкой, казалось, что весь день стоял над Москвой закат, так пасмурно и косо были освещены ее розовые и низкие дома. Капитан накупил вина, фруктов, достал чистого спирта, варить пунш. К вечеру приехала Нелидова с Наташей, потом Симбирцев. Он постарел за этот год, в волосах прибавилось седины. Когда сели за стол, капитан зажег пунш и потушил лампу. Синий пламень тускло перебегал по окнам, за ними мохнато стояла зима, звенели часы. Капитан встал, лицо его при свете горящего спирта казалось бледным и взволнованным. Он оглядел всех, остановился на глани и сказал, друзья, я ненавижу всякие сентиментальности. Запомните это. Я смеялся над лирикой, над выдумками писателей, все это вранье не давало никакой пищи моей коробки, он показал на свою голову. После всего, что произошло с нами, я несколько изменил свои мысли. Наша страна стремится к величайшей справедливости, в конечном счете к тому, чтобы жизнь для людей стала сплошным расцветом. Вы понимаете, конечно, расцвет всех его физических и духовных сил, расцвет культуры, вот этой самой поэзии, техники. Я думаю, что придет время, когда вместо вшивых железных гитар, теперешних пароходов, по морям будут плавать пароходы из стекла. Представьте, как это будет выглядеть в солнечный день. Сам черт пустится в пляс. Но не в этом дело. Время почкунов и лодырей пройдет. Земля будет проколена на хорошем огне. Тогда, вот в эту эпоху расцвета, придет ваше время, друзья. Вы думаете, что я хрипун, бурбон, и ни хрена не понимаю? Это неверно. Я капитан дальнего плавания, поэтому я не могу быть таким дураком, как это некоторым кажется. Я тоже любил женщин, я часами простаивал на палубе, боясь шелохнуться во время тропических закатов. Я знаю, что жизнь без книг, творчества, блестящих идей, любви, это вино без запаха, морская вода без соли. Вот. Вы поняли, к чему я гну? Я гну к тому, что нечего лаяться, если в большой давке вам наступили на ногу. Я не умею, конечно, так, как Батурин или Берг излагать свои мысли. Я хочу сказать, что вот я, старик, требую, чтобы вы жили так, будто на земле уже наступила эпоха расцвета. Поняли? Вы думаете, что я не читал и не знаю стихов? Черта с два. Беранже написал в свое время, если к правде святой, мир дороги найти не умеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Не повторяйте этих плаксивых слов. Они недостойны современника Великой Французской Революции. Они недостойны и нас, свидетелей величайших мировых потрясений. Я утверждаю, что мы нашли эту дорогу, и нечего насвистывать нам золотые сны. Капитан медленно сел. Глан смотрел на него, прищурившись. Этот человек впервые вышел из своих грубых и резко очерченных берегов. Да, капитан снова встал. Я забыл. Я предлагаю выпить за летчика Нелидова, которого я считаю человеком будущего, за всех, кто встретился на нашем пути, за Рэмбу, Курдянку, Шевчука, даже за Фигатнера, за Абхазию и Батум с его проклятыми дождями. Сейчас мне признаться не достает этих дождей. Я предлагаю выпить и за тех людей, которых вы не знаете, за славных парней, моих товарищей, за моряков всех наций. Прежде всего, за капитана Фрея, моего друга. Он один проводил пароходы в 10 тысяч тонн через коралловый барьер. И за матроса Гою Ли, китайца, любившего больше всего на свете маленьких детей. Я нарушил древние морские традиции. Если на корабле есть женщина, то первый тост за нее. Я пью за Нелидову, за девочку, посадившую всех нас в калошу своей смелостью, за женщину, которую не стыдно взять в самый гробовой рейс. Капитан выпил и разбил свой стакан. Пунш горел все ярче. Внезапность этой речи поразила Батурина. За словами капитана он почувствовал их невысказанный радостный смысл. Странная эта речь беспорядочно пенилась и шумела как море. Батурин встал. Пунш погас от резкого его движения. Капитан зажег лампу. Миссури сидела на стуле, положив лапы на стол и плотоядно смотрела на ветчину. Глаза ее горели, как автомобильные фонари. «Я пью за ветер», сказал Краснея Батурин, проветривший наши мозги. Капитан понял цену тем настроениям, от которых полгода назад он был так же далек, как мы сейчас далеки от этого легендарного и милого чудака, что может провести любой пароход через коралловый барьер. Мой скептицизм растворился в жизни как кусок сахара в чаю. Мне трудно говорить о прошлом. Нельзя жить в спичечных коробках. Прикрепленность к месту убивает. Узость ежедневных мыслей, привычек и воркотни превращает нас в манекенов. Лучшее, что я испытывал в прошлом, это ярость зверя, захлопнутого западней. Есть люди, всю кольце садовых. Разве можно дать человеку тридцать квадратных верст и не считать его приговоренным к пожизненному заключению? Все должно принадлежать нам. Я требую права освежать свою жизнь, быть человеком, я требую права мыслить, создавать, наконец, право бороться. От кого вы думаете это требовать, спросил капитан? От самого себя, от окружающих, от жизни. Я пью за то, чтобы свежесть не выветрилась из нас до самой смерти. Берг перебил его. Довольно тостов. Мое слово последнее. Поэзия отныне признана в этом доме, и потому я смело предлагаю выпить за близкую весну, когда из головы выброшен весь мусор, невольно ждешь небывалых весен. жизнь представляется пароходной конторой, где можно купить билет в Каир или Лондон, Нью-Йорк или Шанхай. Нет невозможного, надо только уметь желать. Выпьем же за это уменье. К утру пошли провожать Нелидову и Наташу. Уже светало. От снега, от города, в редких и острых огнях, шел запах гавани, рассола. Около триумфальных ворот их застало солнце. Оранжевый свет косо упал на нагромождении домов, купола, трубы. Берг поежился, закурил и пробормотал. Да, много было солнца. Синее и высокое солнце Одессы, полное спектрального блеска, висело здесь густым и ржавым шаром. Тяжелой позолотой горело оно в глазах Нелидовой, потемневших от бессонной ночи и вина. Над Москвой занимался один из сотен и тысяч обыденных зимних дней. Батурин дрожал от волнения и холода. Ему вспомнились слова капитана, сказанные хриплым голосом «Я требую, чтобы вы жили так, будто на земле наступила уже эпоха расцвета». Над угрюмыми дымами блистали облака. Они казались праздничными среди этого косматого утра. Их блеск проливался на город воспоминанием о жаркой, неизмеримо далекой стране. Синева этой страны, затопленной выше гор белым солнцем, шумела морскими ветрами и веселыми голосами людей. Искристый ее воздух пропитывал легкие устойчивыми запахами, не имевшими имени. Стальные пути на сотни километров стремились среди зеленых водопадов листвы и тени. Горизонт ошеломляли сухим свечением. Древняя мудрость земли была видна здесь на каждом шагу. В клейком запахе каждого листка и блеске песчинки, в радостных зрачках женщин и гудках кораблей, в звоне воздушных моторов, легко несущих свою серебряную и тусклую сталь над гулом океанского берега. Щедрость, богатство сочились из земли, кофейная ее сила, потрясающий запах. Батурин знал, что вот к этому, к плодоносной земле, к шумным праздникам, к радостным зрачкам людей, к мудрости, скрытой в каждой самой незначительной вещи, он будет идти, звать, мучить людей, пока они не поймут, что без этого нельзя жить, бороться, тащить на себе скрипучие дни, задушенные полярным мраком и стужей. 1928 год. Конец книги. Запись произведена в республиканской студии звукозаписи ВОЗ. Сентябрь 1975 года. Редактор Ирина Морозова читал Евгений Терновский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова